Плен. Украина гарантирует соблюдение Женевских конвенций по обращению с военнопленными, медицинское обслуживание, юридическое сопровождение и регулярную связь с родными. Все добровольно сдавшиеся будут оформлены как попавшие в плен в бою. Это сохранит выплаты и льготы для российских военнослужащих и защитит от возможного преследования. Если вы не захотите возвращаться, вас никто не будет передавать России против вашей воли. Круглосуточно обращайтесь по этим телефонам или пишите в телеграм-бот проекта «Хочу жить». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 21.00 в Украине. В эфире итоговый выпуск новостей. Воскресенье. В программе «Наше время» сегодня остановимся подробнее на таких событиях. Украина готовит ответ российским террористам. Россия снова нанесла несколько ударов по Харькову. Есть разрушения и пострадавшие. Миллион снарядов. Эстония поможет закупить партию боеприпасов для вооруженных сил Украины на несколько миллиардов евро. Обстановка в российском Орске критическая. Подтоплено более 6,5 тысяч домов. Число пострадавших приближается к сотне. Важно не только попасть в цель, но и сбить БПЛА с курса. Как украинские зенитчики охраняют небо от российских дронов, спасая жизни сослуживцев и гражданских на Бахмутском направлении. Задать, бывает, по 20 и больше дронов запускаете. Россия в очередной раз нанесла несколько ударов по Харькову. Впоследствии, вследствие обстрелов, пострадало 5 мирных жителей. Повреждены по меньшей мере 13 многоэтажек и частных домов, учебные заведения, кафе, общежития, гостиницы, автомобили. По предварительным данным, россияне выпустили по городу две авиабомбы. Сейчас они избрали тактику чистую, террористическую, тогда, когда бьют один раз, тут россияне бьют второй раз, отлично понимая по всем своим координатам, что это гражданское население, что это гражданская инфраструктура, что это жилые дома. И даже сейчас не стараются как-то спрятать или замаскировать это свое террористическое направление. Поэтому удары сейчас по всей линии фронта, удары по украинским городам, они подтверждают в очередной раз, что Россия готова воевать и воюет в интересах своей верхушки, не придерживаясь никаких норм и правил ведения войны. После обстрела президент Украины провел совещание с главой СБУ, руководителем ГУР и министром внутренних дел. Он подчеркнул, Украина готовит ответ для Российской Федерации. Был весь день на связи с военными, с главкомом, а также с руководителем СБУ и министром внутренних дел. И по ситуации на передовой, и по российским ударам по нашей стране особое внимание, конечно, Харькову. Ситуация в городе очень тяжелая. Постоянный российский террор, теперь еще фактически ежедневно авиабомбы. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба. Эта задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины. Для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами. Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Вринг также отреагировала на очередные обстрелы России Харькова и области. Она отметила, что удар в Купинске Харьковской области пришелся на жилой дом и убил 85-летнюю женщину. Вторую ночь подряд Россия запускает ракеты по жилым районам Харькова, чтобы посеять панику. Одна из них врезалась в дом в Купинске Харьковской области и убила 85-летнюю женщину. Наше соболезнование близким всех погибших в этом бесстрашном регионе. Бриджит Вринг, посол США в Украине в соцсети ИКС. Эстония нашла возможность закупить еще одну партию боеприпасов украинской армии на несколько миллиардов евро. Об этом заявил министр обороны страны Ханна Певкур. По его словам, у Эстонии есть возможность приобрести для украинской армии снаряды и ракеты на сумму от 2 до 3 миллиардов евро. Однако это будет возможно в случае, если союзники предоставят средства. Учитывая стоимость боеприпасов, речь может идти о примерно 1 миллионе снарядов и ракет ГРАД. Эстония смогла бы достать эти боеприпасы в основном из неевропейских стран. Поскольку заказы включают как 155-мм, так и 152-мм снаряды, Россия также активно ищет поставщиков во всем мире через Беларусь. Определенная гонка со временем, чтобы увидеть, кто сможет снабдить их первым. Ханна Певкур, министр обороны Эстонии. В интервью изданию Постемис. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустам Умеров ознакомились с новыми разработками украинских производителей. Речь идет о дронах разных типов, разминирующих роботах и о других технических решениях. Все они вскоре могут появиться на фронте, отметил Сырский. Мотивированные технические команды постоянно работают над улучшением своих продуктов, уже применяемых в войсках, и развивают стартапы на основании поставленных нами задач для достижения тактических и оперативных целей. Особого внимания заслуживают боевые роботизированные платформы, которые вскоре будут массово участвовать в боевых действиях. Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, во Фейсбук. Украинские защитники отмечают возросшее количество ударных и разведывательных ПЛА противника на Бахмутском участке фронта. Противостоять этому оружию в небе становится все сложнее. Мобильные огневые группы находятся на круглосуточных боевых дежурствах. На позиции зенитчиков побывала и наша съемочная группа. Бахмутский плацдарм. Протяженность этого боевого направления в Донецкой области около 100 километров. Каждый участок фронта здесь контролируется силами украинской обороны. На смену снежной зиме пришла весна. Погода поменяла и условия на фронте. Быстро добравшись на позиции зенитчиков, стараемся узнать как можно больше информации об их боевой работе. Времени не так много. В любой момент защитники могут открыть огонь по целям, нарушающим воздушное пространство. Шахеды для поражения боевых позиций противник не используют. Здесь чаще украинские военные сбивают беспилотный комплекс «Орлан» или баражирующий боеприпас «Ланцет». Залетают сюда и недавно появившиеся у россиян дроны «Привет-82». Работа на позициях наших бойцов – это не только подготовленная в любой момент выполнить боевое задание установка, это и постоянное дежурство, и контроль неба. Всегда один из бойцов экипажа следит за тем, что происходит в небе. Сегодня ясно, и цель может появиться в любую секунду. Чтобы сбить беспилотник, зенитчики должны его увидеть. По звуку же бойцы могут определить, какой именно дрон приближается. В такую ясную погоду дроны-разведчики летают высоко. Но увидеть их все же можно. Боевого задания долго ждать не пришлось. Сейчас ребята занимают боевую позицию для того, чтобы атаковать воздушную цель. В работе зенитчиков важно не только попасть в цель, но и сбить БПЛА с курса. В этом случае пилот может развернуть дрон и не лететь дальше, фиксируя координаты позиций сил украинской обороны. Самое главное после отработки по целям – незамедлительно покинуть позиции. И на это у ребят времени немного. Если стреляешь, это уже вычисляю, и потом там есть минут 10, чтобы уехать. Потому что сразу по этим прилетали. За свою боевую практику эта огневая группа, работающая в одном экипаже, не один год приближалась к противнику на расстоянии чуть более километра. Ведь эту установку нередко используют для нанесения ударов по пехоте и технике. И прямо сейчас подробно расскажем о ситуации на фронте и сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Украинские десантники и бойцы бригады «Азов» показали, как разбили колонну противника. В результате неудачного штурма под Тернами Донецкой области российские оккупанты потеряли 11 единиц техники. Один танк уцелел и достался ВСУ в качестве трофея. Силы обороны Украины добились определенных тактических успехов на оккупинском и лиманском направлениях, пишут в Американском институте изучения войны. При этом, как отмечают аналитики и захватчики, продолжают попытки продвинуться в направлении города Часофьяр и к западу от Авдеевки. Сейчас такой создается как бы ударные кулаки, такой формат действий с нескольких сторон. Где продвинуться, где пробьют и там дальше развивать наступление. Ну, такой формат мы предусматриваем. Мало того, что усилия наши там позиции и огневые, и оперативные за счет именно подготовленных кадров, но мы создаем и другие системы обороны. В данной ситуации перспектив такого наступательного режима нет. Российская армия концентрирует свои силы в Донецкой области. Именно там Минобороны Российской Федерации планируют развить новое наступление. Глава украинской разведки Кирилл Буданов прогнозирует, что его активная фаза может начаться под конец весны или в первый месяц лета. ВС РФ немного продвинутся в сторону Часового Яра. Они будут двигаться в направлении города Покровска, стратегического направления Покровск. Ситуация достаточно сложная, но она под контролем. Кирилл Буданов, руководитель главного управления разведки Украины. Вместе с тем российские оккупанты не прекращают атаковать позиции украинских военных в районе Работино-Запорожской области. В последние дни захватчики стали активно применять авиацию и ракетные удары на этом участке фронта. На Таврическом направлении силы обороны Украины уничтожили российский разведывательный дрон «Суперкэм». А в районе села Крын, Кепхерсонской области, на левом берегу Днепра российские силы безуспешно штурмовали украинский плацдарм. И даже новая тактика массовых набегов результатов не дала. ВСУ удерживают ранее занятые позиции. Окупанты создавали большое количество малых штурмовых групп, которыми по методике тараканов пытались атаковать с разных сторон плацдармы ВСУ. Были отражены все штурмы. Сейчас оккупанты вернулись к более устойчивой и привычной тактике. Шесть штурмов за минувшие сутки, которые тоже не имели успеха. Наталья Гуменюк, руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны Юга Украины, в эфире телемарафона «Едыни-Новыны». На фоне фронтовых неудач Россия прибегает грязным и подлым, а главное – запрещенным методом ведения войны. В последние месяцы российские оккупанты систематически атакуют ВСУ химическим оружием, пишет The Telegraph. Захватчики распространили видео с очередным расстрелом пленных украинских солдат. Херсонская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Всего за текущие сутки вдоль линии фронта произошло 67 боевых столкновений, сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Российские оккупанты атаковали на Лиманском, Авдеевском и Ореховском направлениях. Особенно активно захватчики наступают вблизи Бахмута и Новопавловки Донецкой области. Здесь они осуществили 26 и 17 атак соответственно. Пытались прорвать украинскую оборону, однако успеха не имели. Общие потери армии Российской Федерации с 24 февраля 2022 года превысили 447 510 военных. За прошедшие сутки ликвидировано 820 российских оккупантов. Вместе с личным составом украинские защитники уничтожают и технику противника. В СУ подбили 17 танков, 54 боевые бронированные машины и столько же артиллерийских систем. Четыре системы реактивного залпового огня. Кроме этого, украинские военные сбили 61 БПЛА и 4 ракеты. Также уничтожены 89 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. Управлять танком и взаимодействовать между собой учились украинские танкисты под руководством профессиональных инструкторов. Кадры тренировок показали в ВСУ. Как рассказал командующий сухопутными войсками Александр Павлюк, подготовка танковых экипажей проходит в учебных центрах сухопутных войск. Танки – главная ударная сила современного войска. Украинский танкист должен быть готов к любым неожиданностям на поле боя. Именно поэтому в учебных центрах сухопутных войск постоянно идет подготовка танкистов. Под руководством профессиональных инструкторов наши воины учатся маневрировать, вести огонь с места исходу, а также взаимодействовать во время боя. Александр Павлюк, командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины, в Телеграм. Запорожскую атомную электростанцию подключили ко второй линии питания после того, как она получила повреждения вследствие артиллерийского обстрела российской армии. В «Энергоатоме» подчеркнули, что вторую линию питания удалось отремонтировать благодаря усилиям украинских специалистов. До этого ЗАЭС была на грани очередного блэкаута. Эти две линии соединяют станцию с объединенной энергосистемой Украины и обеспечивают питание ее потребностей. Международные партнеры Украины выделили более 700 миллионов долларов на гуманитарное разминирование. Эти средства предусмотрены на проекты до 2027 года. Среди ключевых доноров США, Швейцария, Норвегия, страны Европейского Союза, Япония, Нидерланды, Германия и другие. В дальнейшем с целью усиления системы противоминной деятельности в Украине правительство будет углублять взаимодействие с международными и профессиональными сообществами, сообщили в Министерстве реинтеграции страны. В Русском добровольческом корпусе пообещали обнародовать секретную информацию о большинстве предприятий военно-промышленного комплекса России. Как заявляется, РДК владеет информацией о российской ракетной программе, разработках систем РЭП и подлодок, об объектах связи и также логистике. Я не побоюсь, наверное, этого сказать сотни гигабайтов материалов. Они постоянно обновляются, что-то появляется новое. Мы будем развивать эту историю, естественно, дальше. И мы ее будем выводить, наверное, больше в практическую плоскость, чтобы показать логистику, чтобы показать точки, где это все накапливается. Мы будем показывать людей, которые волей или неволей за деньги, либо за возможность куда-то выехать, нам помогают. После годового перерыва ЧВК «Вагнер» возобновила набор наемников для отправки в Африку. В марте 2023 года вербовку приостановили из-за необходимости формирования наемнических групп для участия в войне России против Украины. Теперь же, судя по активности, в соцсетях представители группировки набирают бойцов для участия в операциях в Западной Африке. Аналитики называют нынешнюю кампанию по вербовке самой массовой. Все детали в нашем материале. В середине февраля 2024 года аккаунты, связанные с ЧВК, сообщили, полковник Асима Гаита, находящийся у власти в Мали, продлил договор с «Вагнером» на размещение в стране. Примерно в это же время стартовала самая массовая кампания по вербовке наемников. Как стало известно журналистам издания «Верстка», сейчас из новобранцев формируют штурмовые отряды. Часть из них направляют в подразделения по управлению беспилотниками. Вербуют не только россиян, но и жителей Белоруссии. В наемнике ищут мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, обещают контракт от 6 месяцев, зарплату от 240 тысяч рублей и страхование жизни. Аналогичную сумму предлагали и желающим отправиться воевать в Украину. Из публикации издания «Верстка». Погибать в Украине никто не хочет, признают рекрутеры «Вагнера», а желающих повоевать в Африке немало. О том, что Россия наращивает свое присутствие на континенте, заявил командующий оперативным командованием Бундесфера Бернд Шут. Россия проявляет военную активность Буркино-Фасо и Мали. Есть признаки зарождающегося военного сотрудничества в Нигере. В Чаде проходят встречи на политическом уровне. В Судане мы пока не знаем, как именно будут развиваться события. Российские войска активно действуют в Ливии с 2016 года. Бернд Шут. Командующий оперативным командованием Бундесфера. В интервью изданию «Тагес Шау». За последний месяц ЧВК «Вагнер» опубликовала в соцсетях около двух десятков сообщений о начавшемся наборе. Вербовку ведут сразу 10 рекрутеров. Сотрудник Минобороны рассказал «Верстке», что с середины февраля в Африку из Украины перебросили несколько тысяч российских военных. Часть под видом бойцов, названной ЧВК, часть напрямую от Минобороны. А на войну против Украины Российская Федерация активно вербует иностранцев. Тысячи граждан Непала отправились на фронт из-за безработицы в своем государстве. Многие не возвращаются. Тела погибших тоже не возвращают. Завербованные граждане иностранных государств, которые участвуют в войне против Украины на стороне России, они не получают никаких социальных гарантий в случае ранения, в случае увечья. Их просто используют как расходный материал, в лучшем случае отправляют домой. Российские спецслужбы активно вербуют на войну против Украины граждан Сирии, Афганистана, Индии, Конго, Египта и стран Центральной Азии. Некоторые оказываются на фронте не по своей воле. Их отправляют воевать обманом или силой. Президент Финляндии Александр Ступ считает правильным решение правительства держать закрытую границу с Россией, ведь это помогло предотвратить эскалацию. Об этом он заявил в эфире Национального телеканала. По мнению финского президента, Российская Федерация ведет двойную игру. Первое это то, что Россия, Путин, используют людей как инструмент, орудия в войне, что безжалостно, цинично и коренным образом неправильно. Уже задействовано много людей из Ирака, Йемена, Эфиопии и Сирии. Примерно 1300-1500 человек. Вторая сторона вопроса – страх России, что мобилизация приведет к тому, что российские мужчины начнут бежать из страны через Финляндию. Александр Ступ, президент Финляндии. В эфире Национального телеканала «УЛИ». В Оренбургской области на фоне прорыва второй дамбы и резкого разрастания зоны бедствия остановил работу НПЗ. Вследствие техногенной катастрофы в регионе подтоплено уже более 6 тысяч с половиной домов. Число пострадавших приближается к сотне. В руководстве МЧС России заявляют, что обстановка в Орске критическая. Продолжается принудительная эвакуация. Тем временем вода уже подобралась ко второму крупному городу – Оренбургу. Также, как пишут российские СМИ, в зоне режима чрезвычайной ситуации стали орудовать мародеры. Но тем временем в магазинах российского Орска пустые полки с питьевой водой. Также в дефиците соки, молоко и хлеб. В местных пабликах горожане жалуются не только на дефицит, но и на цены, которые в магазинах подскочили в 2-3 раза. Одна из причин – жители опасаются отравлений. Говорят, вода из-под крана грязная, желтая. А местами ее вообще нет. Также местные говорят, что сильно вырос спрос на крупы и тушенку. В Министерстве энергетики России заявили, что все НПЗ, которые пострадали от атак беспилотников, отремонтируют до лета. Но российская компания «Лукойл» с января не может восстановить бензиновую установку на своем нефтепрорабатывающем заводе. Единственная компания, которая могла это сделать, ушла из Федерации после начала полномасштабного вторжения России в Украину. А западные санкции не позволяют Москве купить необходимое комплектующее за рубежом. А по информации агентства «Рейтерс», остановка работы только одной установки обходится «Лукойлу» почти в 100 миллионов долларов в месяц. Детальнее в нашем материале. В ночь на 6 апреля 2024 года в районе города Азов в Ростовской области произошел подрыв турбопровода, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры на припортовой территории морского порта. Загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок. Объект использовался государством-агрессором в военных целях для поддержки ведения геноцидной войны против Украины. Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В Телеграм. За четыре дня до этого беспилотники впервые атаковали объекты в Татарстане. Под удар попала территория особой экономической зоны Алабуга, где находится предприятие по сборке дронов и установка первичной переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе «Танека» – одном из крупнейших российских НПЗ. В январе 2024 года беспилотники атаковали НПЗ и нефтебазы в Брянской и Ленинградской областях. В Туапсе, Краснодарского края, Ярославле и Санкт-Петербурге. В феврале под удар попали предприятия нефтепереработки в Волгоградской и Курской областях, в Краснодарском крае. В марте интенсивность атак выросла. Дроны атаковали российские НПЗ в Воронежской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Ростовской, Самарской и Саратовской областях. С точки зрения ущерба, удары, вероятно, вывели из строя более 10% российских нефтеперерабатывающих мощностей, возможно, более 15%. В зависимости от масштаба повреждений, ремонт может занять значительное время. Официальный представитель НАТО. В комментарии Reuters. После атак беспилотниками по НПЗ российские нефтяные компании испытывают серьезные трудности с ремонтом. Они не могут купить необходимые комплектующие из-за того, что корпорации, которые обслуживали НПЗ, ушли из России. А приобрести нужное оборудование за рубежом не позволяют западные санкции. По данным агентства Reuters, западные компании поставляли технологии и программное обеспечение для всех 40 крупнейших российских НПЗ два десятилетия подряд. Так специалисты Лукоила не смогли восстановить бензиновую установку на Нижегородском НПЗ. Компания ЮОП, которая могла произвести этот ремонт, покинула страну после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. В другой корпорации, которая раньше работала в федерации, шведско-швейцарская АББ заверили, заказы из России не принимают и возобновлять бизнес не собираются. В результате НПЗ НРС четвертый по величине в Российской Федерации сократил производство бензина на 40%. Если разрушается оборудование на всяких нефтеперерабатывающих заводах еще где-то, то это, конечно, головная боль. Это может привести к кризису на нефтяном рынке. В России с 1 марта ввели трехмесячный запрет на экспорт бензина из-за его дефицита внутри государства. Если удары по НПЗ продолжатся, то Москве придется запретить и экспорт дизельного топлива, прогнозируют эксперты. В дальнейшем не исключено, что в федерации придется закупать больше нефтепродуктов в других странах, например, в Казахстане или Белоруссии. Немецкие военно-воздушные силы поднимали свои истребители над Балтийским морем, чтобы перехватить российский Ил-20. Самолеты были вынуждены подняться с базы в Лиелварде в Латвии, сообщают в ВВС Германии. К слову, это уже не первый подобный инцидент по перехвату российского самолета радиоэлектронной разведки Ил-20. В феврале французский истребитель «Мираж» перехватил Ил-20 у побережья Эстонии. А в Румынии начнутся учения НАТО. «Морской щит-24», сообщает Министерство Минобороны и Государства. Военные стран Альянса и государства партнеров отрабатывают борьбу с незаконной деятельностью в морской и речной местностях. Учения пройдут с 8 по 21 апреля и будут включать морские и речные операции в Черноморском регионе. В них будут задействованы более 2200 военнослужащих из 10 стран-членов Альянса. Также в маневрах примут участие партнеры НАТО, Молдова и Грузия. В целом 12 государств. Десятки тысяч людей вышли на протест против правительства Виктора Орбана в центре Будапешта. Демонстранты прошли маршем к парламенту. Некоторые из них выкрикивали «Мы не боимся» и «Орбан в отставку». Многие были одеты в красно-белозеленые национальные цвета Венгрии или несли национальный флаг. Верните людям возможность выбирать и решать, будет ли нашей страной руководить коррумпированная, несостоявшаяся правящая элита или новая, неподкупная власть. Настоящая причина этого протеста – это сотни тысяч людей, которые отчаянно пытаются изменить ситуацию в Венгрии. И это очень впечатляющее проявление. Армия обороны Израиля вывела почти все свои войска из южной части сектора Газа. В настоящее время в секторе Газа остается всего только одна израильская бригада, сообщает издание Times of Israel. Вывод израильских войск с юга сектора Газа произошел после четырех месяцев непрерывных боев. У оставшейся там бригады задача обеспечить безопасность так называемого коридора протяженностью более шести километров, который позволяет армии обороны Израиля совершать рейды в северной и центральной части Газы. Не дает возможность палестинцам возвращаться в северную часть сектора и позволяет гуманитарным организациям доставлять помощь непосредственно в северную часть Газы. Первую операцию по пересадке почки ребенку провели в Днепре. Донором для девочки стала ее мама, тем самым, по словам врачей, дав ей шанс на жизнь. Такие операции снова начали проводить в Днепре, чтобы быстрее оказывать медицинскую помощь пациентам. Ранее в этом же медицинском центре после двухлетнего перерыва возобновили трансплантацию костного мозга. Все подробности в сюжете Натальи Гусак. Состояние здоровья 15-летней Кати стало ухудшаться в конце прошлого года. Врачи из Кривого Рога отправили подростка в Днепро. Обследование показало проблемы с почками. Медики надеялись, что после курса диализа ситуация улучшится. Но ни препараты, ни заместительная терапия результатов не дали. Когда был выставлен окончательный диагноз, стало понятно, что ребенку необходима трансплантация почки. Мы начали подготовку. Прежде всего, надо было выяснить, кто станет донором для девочки. Это родственная трансплантация. Или отец, или мать. И вышло так, что мама дважды подарила своей дочери жизнь. Мама девочки рассказывает, результаты ее анализов подошли, и она стала донором для дочки. Решились на трансплантацию, несмотря на альтернативные варианты. Предлагали варианты. Был вариант, что можно на диализе всю жизнь находиться. Но если пересадка почки, у нее полноценная жизнь. Она ни к чему не привязана. Живет своей полноценной жизнью. У нас не было с мужем никаких сомнений, что я с мужем сразу же сказали, что согласны. Сложная операция проходила в региональном медицинском центре семейного здоровья. Хирургическое вмешательство длилось около семи часов. Одновременно специалисты работали в двух операционных. В одной операционной находилась мать ребенка, донор, у которой проводилось извлечение почки. После этого орган надо еще подготовить. В другой операционной, рядом, находилась девочка, у которой во время извлечения почки матери уже был сформирован доступ для имплантации почки. Это была первая трансплантация почки ребенку, проведенная в Днепропетровской области. Поэтому медикам на всех этапах помогали коллеги из киевского Ахмадита. Было задействовано очень много людей, чтобы обеспечить эту операцию. Потому что должно было сработать как часовой механизм. И в некоторые периоды операции отчет шел на минуты. Мы должны были быть уверенными, что почка жизнеспособна. Что мы ее не передержали. Вовремя пересадили, выдержали. После восстановления и коррекционной терапии мама и девочка смогут вернуться домой, где они не были больше четырех месяцев. Именно столько времени понадобилось, чтобы понять, что почки Кати уже не способны самостоятельно функционировать. В планах подростка продолжить обучение и завершить девятый класс в школе. Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с амбассадорами фандрайзинговой платформы United24. В частности, с Фрэнсисом Фукуямой, Ричардом Брэнсоном, Тимоти Снайдером, музыкантами группы Imagine Dragons и другими. Во время беседы они обсудили поддержку Украины в мире и то, что можно сделать, чтобы помочь украинцам в защите от российского террора. Также глава государства поблагодарил амбассадоров за их донаты, политику, поддержки и голоса, которые слышат во всем мире. Благодарю вас за весь этот период, за весь этот путь. Путь к победе. Спасибо, что мы вместе, что вы с Украиной. Я хочу попросить вас продолжать вашу работу, сосредоточенную на Украине. Мы нуждаемся в вашей поддержке и о Конгрессе. Без этой поддержки нам будет тяжело не то, что победить, но и остаться. Поэтому важно вместе делать очень конкретные вещи. И, конечно, я хочу дать вам месседж и попросить подумать, что мы можем сделать вместе публично. Возможно, какие-то сильные месседжи, какие-то сильные шаги, чтобы привлечь внимание Конгресса и американцев к Украине. Все актуальные новости всегда доступны для вас в телеграм-канале Freedom. Если вы еще не подписаны на него, сканируйте код на экране и переходите по ссылке, чтобы оставаться в курсе самого важного. Это были итоговые новости сегодняшнего дня, воскресенья. Далее не переключайтесь, эфир продолжат мои коллеги с гостями в нашей студии виртуально. Но о главных событиях в Украине и мире. Анализ этих событий в продолжении нашего эфира. Я же говорю вам спасибо за доверие и до встречи. Украина-то страна не маленькая. Надо бы ее подсократить, чем мы, слава богу, и занимаемся. В этой войне их главное оружие – ложь. А вы не видите, что вас дурят, изымают части тел раненых на Украине для того, чтобы продать их потом за границу? Тут в ход идут самые низкие приемы. Мы жертвы агрессии. Мы воюем за Христа. Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм. Теперь им стало мало Украины. И они хотят идти дальше. Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет. Казахи, на Украину гляньте. И дальше еще можно. Правильно? Там еще Вашингтон есть. Куда приведет их этот путь? Теперь в повестке упреждающее возмездие. Виновники войны. Завтра в 16.30 по киевскому времени. На телеканале Freedom. Люди – главная ценность Украины. Они посвятили всю свою жизнь искусству. Она жила в мире красок и цветов. Он – в мире музыки и нот. Екатерина Белокур – народная художница Украины. Екатерина не имела образования. Своими силами, без каких-либо знаний, открывала тайны изобразительного искусства. Ее картины были частью международной выставки в Парижском Лувре. Ее талантом восхищался сам Пабло Пикассо. Билеты на его концерты в Европе и США раскупали за считанные часы. Каждая запись исполнения Владимира Горовица казалась пределом совершенства. Владимир получил 25 премий Грэмми. Фраза «Играет, как сам Горовиц» считается наивысшим комплиментом, о котором мечтает каждый пианист. Украина – талантливая и трудолюбивая. И, дорогие друзья, 21.33, точно киевское время. Мы возвращаемся в информационный марафон на телеканале Freedom Денис Пахила, Лейла Мамедова. Ну что же, далее также продолжим. В этой части нашего эфира будем говорить о том, почему и с какой целью в Грузии снова заговорили о законе об иноагентах. Это будет немножечко позже. Сейчас же расскажем о российских добровольцах. Российские добровольцы заполучили и обнародовали секретные данные ракетной программы Российской Федерации. В первой серии своего расследования они уже рассказали про предприятие КБ «Новатор» и одного из его руководителей. По словам добровольцев, он выбрал верность кремлевскому режиму и кровь мирных жителей. В обмен на жизнь в обычной панельной коробке за урядную зарплату и иллюзию безопасности. РДК нашли мужчину. Давайте посмотрим. Привет. Это РДК. Мы получили документы всей российской ракетной программы. И начинаем публикацию этих материалов. Но главное, мы покажем людей, ответственных за разработку оружия и гибель тысяч мирных жителей. Это РДК. Тихо, тихо, тихо В нашем распоряжении сотни секретных документов про десятки предприятий, задействованных в ракетной программе Чертежи, презентации, контракты, протоколы заседаний и личные данные людей, работающих на них Предприятие, о котором сегодня пойдет речь, производит не только ракеты На экране вы видите требования по обеспечению режима секретности к станции помех Р-934 БМВ Она является частью комплекса Борисоглебск-2, который используется Россией в этой войне Сегодня мы расскажем про одно из ключевых предприятий ВПК РФ, ответственных за бомбежки Украины и тысячи погибших мирных жителей ОКБ «Новатор» — советское, а затем и российское предприятие, основанное в 1947 году как подразделение машиностроительного завода имени Калинина в Екатеринбурге Согласно Википедии, «Новатор» — одно из ведущих российских конструкторских бюро, многопрофильное предприятие и разработчик ракетной техники, проектирующая для сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота, выходцем из которого является герой нашего видео Все жертвы были бы невозможны без людей, которые собирают и проектируют орудия массовых убийств ОКБ «Новатор» разработал и производит ракеты «Калибр» и «Искандер-К» Испытывают ли работники данного предприятия угрызение совести? Давайте посмотрим Герой нашего сегодняшнего видео — Виктор Георгиевич Саунин Виктор Георгиевич — руководитель представительства ОКБ «Новатор» в Санкт-Петербурге Решает он самые важные вопросы, участвует в подготовке методик испытаний и напрямую взаимодействует с Министерством обороны Российской Федерации В прошлом Виктор Георгиевич — первый начальник отдела космической разведки в составе Северного флота Для гражданина Саунина станет сюрпризом, если мы скажем, что знаем о нем все Паспортные данные, имущество, социальные сети, биография, где живет он и чем занимается его семья, а также про его увлечение бильярдом Жена Саунина Светлана Игоревна — репетитор русского языка и преподает в Санкт-Петербурге на дому по адресу Камышова улица, дом 32, как указано на сайте по поиску репетиторов Дочь Павлова Карина Викторовна, по информации из открытых источников, практикующий стоматолог со стажем работы более 18 лет Люди, работающие на российское ВПК, чувствуют себя неуязвимыми и защищенными государством Но обычно после подобных утечек сажают и наказывают всех Например, дело о гиперзвуковых разработках, где четырех ученых посадили после публичных лекций, материалы которых перед выступлением всегда проверяет ФСБ РФ Одного из ученых посадили в СИЗО с четвертой стадии рака Но вернемся к гражданину Саунину По этим документам видно, что именно он отвечает за увеличение производства модулей для ракет уже во время войны План, который выполняет гражданин Саунин, это сотни ракет, которые были выпущены по мирным городам Украины Саунин – это серийный убийца, и мы знаем про него все Как знаем все про десятки других предприятий ВПК Является ли гражданин Саунин вместе с другими инженерами и проектировщиками законной целью для РДК и украинских спецслужб? Я думаю, ответ очевиден Но гражданина Саунина должен интересовать другой вопрос Не доберутся ли до него раньше российские спецслужбы? В 7 утра мне позвонил московский следователь ФСБ московский первого отдела И сообщает мне, вот Максим, ваш отец задержан Это говорит Федеральная служба безопасности Ну, соответственно, в 7 утра и московский номер у нас в Новосибирске Я думаю, ну, шутка какая-то Сбросил первый раз, второй раз тоже, третий раз позвонил уже отец И как бы стало все понятно Он мне позвонил, сказал, меня обвиняют в госизмене за книжный материал, содержащийся в лекции Его забрали из частной клиники, в которую мы в срочном порядке его госпитализировали за день до задержания В силу ухудшения его состояния У него рак от желудочной железы четвертой степени с прогрессированием на другие органы метастазов Нам сообщили следующую информацию, что его в срочном порядке выписали Произошел суд и избрано меропресечение содержания в СИЗО Хотя могли избрать меропресечение содержания под домашним арестом Каким же образом вся секретная документация попала в руки РДК? В российском ВПК работают десятки людей, готовых продать родину и документацию за небольшие деньги Возможно, именно сейчас один из этих людей сидит на секретном заседании рядом с гражданином Сауниным Но Саунин не единственный серийный убийца, а новатор не единственное предприятие, информацию о котором мы добыли В следующий раз вы узнаете секреты других предприятий и кто станет нашим следующим героем Присоединяйтесь к борьбе вместе с РДК, финансово или вступая в ряды тех, кто противостоит кремлевскому режиму Все ссылки в описании к видео Добудем родину Если Грузия примет закон о так называемых иностранных агентах, то это может стать препятствием для вступления страны в Евросоюз Об этом заявили в правительстве Германии Речь, напомню, идет о законопроекте о прозрачности иностранного влияния, который правящая партия, грузинская мечта, планирует внести на рассмотрение местный парламент Это, напомню, уже вторая попытка принять закон, который называют буквально копией российского Первая год назад тогда привела к массовым акциям Тогда на улице Тбилиси вышли десятки тысяч протестующих Тему продолжит наш коллега Андрей Дмитренко Новый законопроект об иноагентах в Грузии почти ничем не отличается от прошлогодней версии Вот только формулировку агент иностранного влияния изменили на организация, проводящая интересы иностранной силы В 2023 году законопроект предусматривал, что грузинские медиа и некоммерческие организации, которые более чем на 20% финансируются из-за рубежа Должны зарегистрироваться в специальном реестре иноагентов Тогда попытка правящей партии принять этот законопроект привела к массовым протестам в стране После первого чтения документ отозвали Теперь грузинская мечта решила вернуться к пройденному Руководители парламентских комитетов ряда европейских государств подписали обращение к грузинской власти Выражаем глубокую озабоченность содержанием этого созданного на путинско-российский манер закона Который призван заклеймить и ослабить активное проевропейское гражданское общество и сектор НПО Грузии Искренне надеемся, что грузинская власть еще раз продемонстрирует зрелость и решимость в том Чтобы интегрироваться в европейские и евроатлантические институции Которые руководствуются западными ценностями либеральной демократии На кону будущее грузинского народа Из совместного обращения руководителей парламентских комитетов в соцсети X Правительство Германии с сожалением относится к тому факту, что несмотря на негативную реакцию общества в Грузии и за рубежом Правящая партия намерена повторно внести в парламент спорный законопроект, заявила заместитель официального представителя канцлера ФРГ Кристианы Хоффман 12 апреля в Берлин с визитом приедет премьер-министр Грузии Ираклий Кабахидзе Запланированы его встречи с президентом Штайнмайером и переговоры с канцлером Шольцем Законопроект об иноагентах, который, по мнению Берлина, несовместим с европейскими ценностями, будет одной из тем для обсуждения В прошлом году в результате протеста против этого законопроекта десятков тысяч представителей гражданского общества Грузии он был снят с повестки дня Свобода прессы и медиа является основой любой демократии и важной предпосылкой членства в ЕС В Грузии, получившие в конце прошлого года статус кандидата в члены ЕС и исторический шанс на вступление, знают об этом Президент Грузии Саламе Зурабишвили назвала повторную попытку принять законопроект об иноагентах с сапотажем, который ставит крест на евроинтеграции Грузии Президент Грузии имел в виду, что пытаясь принять законопроект, который так похож на закон, созданный Москвой Грузинское правительство посылает безошибочный сигнал о том, что оно больше заинтересовано в том, чтобы сделать одного человека в Кремле счастливым В марте 2024 года представители правящей партии «Грузинская мечта» рассказали также о планах принять закон, ограничивающий права ЛГБТ, пишет Reuters Речь идет в том числе и о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды и гендерных переходов Андрей Дмитренко для телеканала Freedom Георгий Вашадзе, член парламента Грузии с нами на связи, приветствуем вас, рады видеть Здравствуйте, приветствую Действительно очень много вопросов, вы знаете, вот тут Кыргызстан уже пошел по этому пути, да, но мы сегодня не о Кыргызстане, о том, что там президент подписал И теперь закон подобный абсолютно, да, российскому теперь есть и в Кыргызстане Есть вот все-таки такое решение возможное, возможно, я сейчас скажу так, и в Грузии Но все-таки, Георгий, хочу спросить, неужели власти не учли тот опыт, который был тогда в конце февраля 2023, в начале марта Я помню, это 9 марта, когда все-таки и люди продолжали в начале марта выходить на площадь Шатару Ставели И это привело все-таки к тому, что, ну, не решились власти Грузии на этот шаг Неужели сейчас это может произойти, по вашему мнению? Ну, вот изменили, да, агент иностранного влияния Теперь, как называется, цитирую, организация, проводящая интересы иностранной силы Ну, поменяли эту формулировку, а смысл наверняка не меняется Неужели в этот раз удастся, и неужели в этот раз власти на что рассчитывают? На молчаливое такое согласие со стороны грузин? Приветствую еще раз Очень тяжело себе представить вообще, на что рассчитывает власть Мы должны понять одно, что этим шагом власть Иванишвили, русского олигарха, который сейчас правит страной, неформально Фактически хочет отдалить Грузию от евроинтеграции Мы должны понять одно, что это обычная, к сожалению, коррумпированная, так сказать, монопольная власть Которая контролирует не только власть, но и все бизнесы в Грузии И им не нужны европейские реформы, стандарты по стандартам Европы Потому что европейский стандарт — это больше демократия, это свободная судебная система, это свободное пространство, где люди сами развиваются, где бизнеса развивается, экономика развивается без, так сказать, координации с коррумпированной властью И для них это проблемно В прошлом году, однозначно, как раз год назад, мартские такие выступления, протесты вызвали То, что они отозвали закон обратно Именно из-за этого мы получили кандидатство Европейского союза В декабре месяце Но сейчас плюс в октябре выборы, парламентские выборы Что значит, что если кандидат Европейского союза, Грузия должен провести как минимум более-менее демократические выборы Если очень много наблюдателей собирается привести Я думаю, что это, что сейчас инициировала действующая власть, это полный саботаж всего этого процесса Они хотят просто изолировать страну от евроинтеграции, чтобы провести выборы так, как они хотят Исходя из этого, они инициировали закон, который мы называем прямо русский закон Почему это русский закон? Потому что фактически один в один повторяет то, что Путин в свое время инициировал в Россию Что закончилось тем, что там нет ни гражданского общества фактически, нет свободной меди И все тотально контролируется путинской тоталитарной властью Вот такую же стратегию выбрала грузинская мечта Но что я могу сказать, однозначно, что грузинский народ, это народ свободолюбивый народ Мы никак не согласны с этой инициативой Так что очень тяжелые вызовы против нас Но я уверен, что мы победим в этом во всем Георгий, можно уточнение небольшое? Кабахидзе в прошлом году говорил о том, что этот законопроект с изменениями, присущими демократическим государством Чуть ли не цитата господина Кабахидзе Говорил о том, что он буквально скопирован с аналогичного американского закона Напомню, в США с 1938 года действует закон Ну, грубо говоря, сейчас это, знаете, уже слово, как мат, грубо говоря, бы на агентах Но тем не менее Такой закон есть в Соединенных Штатах Америки И он, в принципе, довольно эффективно работает На благо как раз американского государства Какое ключевое отличие от документа вашингтонского в документе из Тбилиси Написанным по, я так понимаю, лекалам московским? Вы знаете, это все ложь Потому что все такие приблизительно законы, которые действуют в Америке, в Британии, в других странах Нацелены против стран, которые считаются, так сказать, врагом страны Или считаются, так сказать, некой проблемой для развития демократии Или проблемой для демократии Ну, нацелены прямо открыто, скажем, против России, против, может быть, Китая и так далее В случае Грузии закон, который инициирован, нацелены наоборот Против поддержки, которую Грузия получает с Европейского Союза С Соединенных Штатов Америки Они просто хотят проконтролировать все, так сказать, финансовые потоки Которые идут в развитии гражданского общества В развитии не только таких типичных гражданских организаций Но и плюс очень много проектов, которые финансируют социальные разные проекты в Грузии и так далее И фактически, когда ты принимаешь такой закон против партнеров Это значит, что для тебя враг, а не партнер Европейский Союз Вот в этом и есть отличие закона, который инициирован здесь Один в один то, что Путин сделал Путин что сделал? Принял этот закон Изначально говорил, что просто там агенты будут, эти люди Просто мы будем регистрировать все эти организации А после этого начал, так сказать, закрывать все эти альтернативные независимые механизмы Которые развивали гражданское общество в России Та же один в один стратегия в случае закона, который инициирован сейчас в Грузии Что это не нацелено на то, чтобы какая-то прозрачность была Нет, наоборот, это нацелено в конечном итоге на то, чтобы независимые, неконтролируемые от Гдина Иванишвили финансы Не захотели, которые будут развивать гражданское общество А без гражданского общества нет демократии Без свободной медии нет демократии И нет Европейского Союза, что самое главное И вот в этом и есть самый смысл этого закона Фактически Иванишвили окончательно пошел по направлению, так сказать, полной монополизации всего абсолютно внутри страны Вы знаете, что Михаил Саакашвили, гражданин Украины, кстати, сидит в тюрьме Вы знаете, что очень много они проблемы создают для нас, для оппозиционных партий сейчас в стране И сейчас они хотят просто перекрыть полностью гражданское общество Чтобы не было альтернативной мнений внутри страны Но я однозначно скажу, что мы это не допустим никак Потому что мы это, грузинский народ, еще раз скажу, что свободолюбовый народ Может быть, мы не согласны в каких-то политических, так сказать, всегда есть разные политические мнения внутри страны Но мы об одном договариваемся, что мы хотим построить демократическую европейское государство И место Грузии в Европейском Союзе Так что однозначно этот закон красная линия И поэтому наши западные партнеры очень резко и очень, так сказать, точно выражаются насчет этого закона Уточняю, побуду, наверное, таким себе адвокатом дьявола Что плохого в том, чтобы подать в профильное министерство документы о 20% бюджете Со стороны там западных, условно там западных, да, иностранных государств Скажем так, иностранных компаний Ну, не получить при этом штраф По-моему, там 25 тысяч лари, по-моему, да, если не ошибаюсь 9,5 тысяч долларов На момент тогда еще, когда принимали, собственно, непосредственно Что в этом плохого, грубо говоря? Ну, подали В Грузии, если мне память не изменяет Таких масштабных репрессий Опять-таки, чтобы не было, да, сейчас мнений таких Я выступаю как адвокат дьявола В Грузии нет таких репрессий в отношении народа, как в России Либо же, как в Беларуси Ну, извините, пожалуйста, но я не согласен Тогда, когда пятый президент Грузии Третий президент Грузии Михаил Саакашули сидит в тюрьме Я не могу сказать, что у нас нету репрессий У нас постоянно есть политические заключенные Мы постоянно боремся для освобождения этих политических заключенных И, к сожалению, это не та страна И та Грузия, к которому мы привыкли Чтобы были некоторые демократические стандартные политические оппоненты Не сидели в тюрьме Исходя из политических, так сказать, интересов правящей власти Это раз Второе, что как будто вот так очень просто начинал и Путин тоже В свое время тогда говорил Что плохого в том, чтобы сейчас регистрировать Просто каких-то организаций Которые получают финансирование Западных донорских организаций Потом начали назвать этих людей агентов Агентами Потом сказали, что эти агенты вообще не должны существовать Понимаете? И в конце это все заканчивается тем Что они просто перекрывают все эти финансовые ресурсы Для того, чтобы альтернативное свободное мнение Вообще не существовало внутри страны Так что это все проходило Россия, это все проходило не только Россия И в других странах, где есть русское влияние Существуют такие же законы Мы просто грузины говорим Что если мы хотим стать членами Европейского Союза У нас должна быть демократия И все эти механизмы, которые существуют в Европейском Союзе Должны существовать и у нас тоже В Грузии Свободное гражданское общество Свободное медиа И наоборот, это очень хорошо Когда есть финансовая поддержка Для того, чтобы все эти свободные институции Которые не контролируются властью Существуют Потому что это создает альтернативное мнение О тех или иных реформах Которые нужны внутри страны И так далее А люди, которые сейчас в этих организациях работают Они однозначно не хотят называться агентами Потому что они не агенты Они просто развивают демократическое сообщество Внутри страны Да и в этом и есть суть Всего, так сказать Процесса, который есть Еще раз подчеркиваю Что, к сожалению В Грузии сегодня Политические заключенные существуют И вы в Украине все знаете Михаила Саакашвили Который по сей день сидит в тюрьме И его надо освобождать Не дополнительно еще других сажать в тюрьме Из-за политического мнения А освобождать надо обязательно Политических заключенных Так что мы очень четко понимаем Что поэтому и Запад так резко выступает против этого закона И говорит, что однозначно Европейский Союз говорит очень четко Вы хотите Европейский Союз? Такой закон, такие регуляции не должны существовать Не хотите Европейский Союз? Это ваше решение Георгий, мы сейчас, кстати, показывали Вы показывали сейчас как раз Когда вы говорили кадры Вот прошлого года Как тогда выходили те, кто были не согласны Как это происходило И как действовали правоохранительные органы Вот вы сказали несколько раз Акцентировано это внимание Ну, это действительно так и есть Что Грузия – это свободолюбивая нация Пока я не вижу даты Приблизительно, когда даже может Правящая партия Грузии Принять закон об Энагента Как это будет происходить Я хочу у вас, Георгий, спросить Как планируете все-таки тогда действовать? И вот вы, когда говорили Складывалось истойкое впечатление Что вы готовитесь к определенному характеру событий Если все-таки парламент возьмется за голосование Как это может выглядеть на практике? Посмотрим Заранее нельзя Обо всем невозможно говорить Одно, что я однозначно могу сказать Что вся демократическая, так сказать Прозападная оппозиция Мы все едины в этом процессе Мы опубликовали единое обращение Тоже к грузинскому народу Гражданские организации Тоже активно координируются Между собой И у нас будет общая стратегия Завтра уже выходит На бюро парламента В этот закон И мы точно более будем понимать В какие временные пространства В какие временные сроки Правящая партия будет Обсуждать этот закон в парламенте Так что посмотрим Я думаю, что Очень много разных групп Планируют протесты тоже У нас есть публичная информация Насчет этого Так что Однозначно для нас Самое главное Что мы говорим Нет русскому закону А да Европейскому союзу И все мы четко понимаем Что с этим законом Мы в Европейский союз Не попадем Вот здесь главная Главная вещь Так что Я надеюсь Что все решится Нормальным путем Остальное все впереди Я не могу говорить о детали Просто я тоже Как гражданин Грузии Не только Просто из-за того Что я в политике Я все сделаю для того Чтобы русского закона В Грузии не существовало И чтобы Грузия стала Членом Европейского союза Напомню что Говорящий рот Путина Песков Комментируя собственно Реакцию оппозиции Демократической Грузинской В контексте этого Закона об иноагентах Законопроекта Говорил что Грузия Это сосед Стабильности Предсказуемой ситуации Там в интересах России Ну настолько Откровенного Связывания Закона Законопроекта Власти Прявящей партии И Кремля Тяжело придумать На самом деле Ну нельзя так мне кажется Делать со стороны Господина Пескова А где же Да знаете Где эта политика Нас там нет Вот это Наши руки там В принципе не присутствуют Мамука Да 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 Георгий Хотели добавить Об этом Если честно Народ шокирован Сейчас в Грузии Реально шокирован Потому что Представят что Обратно вернут Этот закон Потому что Не просто то Что кто-то Что-то где-то Будет регистрироваться Очень четко Понятно Это сказать Ситуация Если у тебя Есть вот этот Русский закон Нет Твоего места В Европейском Союзе Да И у тебя Закрывается Абсолютно Весь процесс Интеграции С Европейским Союзом Еще больше Что европарламентарии Даже сказали Что они могут Обратно Отобрать и Кандидатство И визолиберализацию Безвизовый режим Который сейчас Есть у нас С Европейским Союзом Я через ваш эфир Тоже Хочу их попросить Что Давайте Не будем Там Очень быстро Сейчас думать О таких Резких решениях Потому что Грузинский народ Своё слово Обязательно Скажет Так что Все впереди Все впереди И Посмотрим Еще раз Для нас Самая главная Вещь Чтобы Грузия Стала членом Европейского Союза Полноценным членом Вместе с Украиной Вместе с Молдовой И мы Четко видим Что максимум В 2030 году Это может произойти В конце Добавлю Также Исполнительный секретарь Грузинской мечты Мамуком Динарадзе Он Назвал Фейсбук Не первый раз Кстати Глобальной партией Войны Это такая идея Фикс в целом У грузинской Мечты о том Что существует Какая-то глобальная Партия войны Которая хочет Втянуть Грузию В войну То ли в войну России против Украины Ну непонятно Оставим Этот промежуток До ля фантазии Того же господина Динарадзе В каких-то Добровольных Добровольных Блокировал Блокировал Все эти Дезинформационные Баннеры Посты Информации Которые Распространяют Через свои Ресурсы Грузинская мечта Вы что понимали В Грузии Создана такая ситуация Что в социальных сетях Есть У грузинской мечты Очень много Фейковых Аккаунтов Так называемых Да Ложные Такие Люди Якобы Реальные Люди Созданные Да И Все это Все это Активность Потому что Народ не поддерживает Ихнюю инициативу Они якобы Хотят Показать Через соцсети Что якобы Существуют люди Которые поддерживают Ихнюю инициативу Понимаете И исходя из этого Чисто автоматически Фейсбук Заблокировала Дезинформационные Ложные информации Которые Они распространяли Через Социальные сети Смотрите Грузинская мечта Хочет Создать Некую Так сказать Сурреальную Нереальную Так сказать Фейковую Пространство Да Информационное Пространство Где люди Начнут думать Что якобы Что-то по-другому Есть Реально Чем они думают Ну Это у них не выходит Потому что Это фактически Та дезинформация О чем у нас В 9 пунктах Которые мы должны Выполнить Для того Чтобы перейти На следующий шаг В интеграции С Европейским Союзом Один из В 9 пунктов У нас Как раз Вопрос О дезинформации Да А сорс Как бы Этой дезинформации Откуда идет Эта дезинформация Это правящая партия Сегодня в стране Вот К сожалению У нас Такая реальность В Грузии Да Наверное Много наших друзей В Украине Думают Как мог Грузия Дойти до всего этого Но К сожалению Вот эта гибридная Война Дезинформационная Война Которая ведется Против Интересов Нашей страны К сожалению Работала До сих пор И я уверен Что это Последний год Когда Вот Все это Существует Еще в стране В этом году В прошлом году Грузийский народ Победил Власть И мы получили Кандидатство Европейского Союза В этом году Мы победим Обязательно И над этим Законом И победим В выборах Народ победит В выборах Который поменяет Абсолютно Всю реальность Внутри страны Потому что Грузины 85% Нашего народа Поддерживает Евроинтеграцию Они хотят Быть частью Европейского Сообщества Там где У нас Наше историческое Место и есть Спасибо вам огромно Георгий За участие В нашем эфире Обязательно Увидимся Георгий Вашадзе Член парламента Грузии Был с нами на связи Дорогие друзья Мы следим за этой темой Мы следим за событиями В Грузии Вам же Сейчас предлагаем Оставаться вместе с нами Небольшая пауза Мы вернемся И продолжим Кремль Одновременно прошел Какой-то путь Направлен на то Чтобы трансформировать Российское общество Сделать это общество Более адаптированным И к насилию И к непрерывной войне И сам политический режим Изменился И общественные настроения В России В России меняются И ни у кого в мире Не должно его быть И это дает нам смелость Которой восхищается мир Российская тирания Потеряла контроль над нами И больше никогда Не будет влиять На наши умы У россиян тоже Может быть шанс На свободу Только когда они Победят Кремль В своих головах Освободи свое право На выбор Фридом Российских ударов По Украине В частности По Харькову Об этом Владимир Зеленский Сообщил В виде обращения Он подчеркнул Украина готовит Ответ Для Российской Федерации Также власти Ищут возможности Дать Харькову Больше защиты неба Дорогие украинцы Украинки Главное за сегодня Дорогие украинцы Украинки Главное за сегодня Фронт и защита Наших городов Весь день был на связи С военными С главкомом Также с руководителем Службы безопасности Украины И министром Внутренних дел И относительно Ситуации на передовой И относительно Российских ударов По нашей стране Особое внимание Конечно Харькову Ситуация в городе Очень жесткая Постоянный Российский террор Теперь еще фактически Ежедневно Авиабомбами Мы ищем возможности Дать Харькову Больше защиты неба И эта задача Как для военных Так и для всех Дипломатов Украины Для каждого и каждой Кто отвечает За международную коммуникацию Кто ежедневно Должен быть в диалоге С партнерами Совершенно очевидно Что имеющихся у нас В Украине Средств ПВО Не хватает И это очевидно Для всех наших партнеров И мир наконец Должен услышать эту боль Которую российские террористы Наносят Харькову Наносят Купенску Городам Донецкой области Запорожской Сумской областям Многим другим Нашим украинским общинам Есть системы ПВО в мире Которые могут помочь Нужна только политическая воля Чтобы эти системы Были переданы Украине Я благодарю те страны Которые уже помогли И быть активными В выполнении этой задачи Это персональная ответственность Наших дипломатов Работающих по направлениям И странам Где есть необходимые системы Сейчас Патриотам Место именно в Украине Чтобы впоследствии Не пришлось применять их По меньшей мере По всему восточному флангу НАТО Второе Уже активно готовим Нашу международную работу На следующие недели и месяцы В частности Планируем ежегодный саммит Украинской благотворительной Платформы Юнайтед-24 Говорил с послами Юнайтед Поблагодарил их за активность И сейчас И в прошлом году Сейчас все видят Что нужно гораздо больше Личной энергии Гораздо больше усилий Чтобы украинская тематика Оставалась в фокусе Мирового внимания Одновременно Со многими Другими проблемами И конфликтами Год непростой Год выборов В разных странах И в Евросоюзе Конфликты и нестабильности Дальше распространяются По миру И не без российских Инвестиций В насилие Я благодарен всем Кто с Украины После этих лет войны Благодарю всех Кто верит в нас И помогает нам У Украины Есть все возможности Чтобы достичь своих целей Главное Быть в единстве Со всеми в мире Кто ценит жизнь Жизнь безопасную От террора И третье Наши воины Наши бригады Наша благодарность Каждому и каждой Кто сейчас в боях Кто на передовой Кто защищает Украину От российского зла Своей смелостью 35-я отдельная бригада Морской пехоты Действует на Приднепропском направлении Благодарю вас, ребята Покровское направление 71-я отдельная Егерская бригада И 47-я отдельная Механизированная бригада Спасибо Лиманское направление 95-я отдельная бригада ДШВ Молодцы Купинское направление 57-я отдельная Мотопехотная бригада Спасибо Благодарю всех Кто получает Для Украины Возможность Выстоять против террора Защитить Украинскую жизнь Слава Украине Слава Украине Нефтеперерабатывающий Завод Ворске Оренбургской области Остановил работу Из-за прорыва Дамбы Об этом сообщила Пресс-служба Предприятия В Телеграм Завод остановили Чтобы предотвратить Экологические риски В связи с необходимостью Соблюдать правила Техники безопасности Об этом пояснили В пресс-службе НПЗ Мощность завода Ворске Больше 6,5 миллионов Тон нефти в год Там производят Автобензин Дизельное топливо Масло И авиакеросин Из-за прорыва Дамбы На реке Урал В Оренбургской области Затоплено Несколько тысяч домов В самом Орске Нет электричества И газа Есть также сообщения И о погибших Почему в России Допустили ЧП Такого масштаба Об этом расскажет Наталья Гусак Граждане Укуверов Забираем ценные вещи Российский Орск Второй по величине Город В Оренбургской области С населением Почти 190 тысяч человек Уходит под воду В регионе В воде Оказались 2,5 тысячи домов Причиной стал Прорыв Насыпной дамбы На реке Урал 5 апреля Пошла вода По трассе Ужас Все полное Все затоплено Все полностью Местные власти Не исключили Что за короткое время Будет подтоплен Весь жилой сектор Микрорайона Старый город В городе начали Принудительную эвакуацию Тысячи человек Были вынуждены Покинуть свои дома Вода стремительно Пребывает В старую часть Города Орска Здесь преимущественно Находится Частный сектор За несколько часов Вода поднялась На 4 метра Утром 6 апреля Уровень достиг Отметки 9 метров 29 сантиметров Это на 2 метра Выше Опасного уровня И это Еще не предел Говорят специалисты Мэр Оренбурга Призвал жителей Города И пригородных Поселков В кратчайшие Сроки Эвакуироваться Такая ситуация Не оставляет нам выбора В ночь Уровень может достичь Критической отметки Днем 4 апреля Из-за весеннего Паводка В Оренбургской области Ввели режим Чрезвычайной ситуации За день до этого Мэр Орска Отчитался в соцсетях Что дамбу проверил Мол Все в порядке И дома не затопят В российской прокуратуре Сообщили Прорыв дамбы В Орске Произошел В связи с Несвоевременно Принятыми мерами По поддержанию Ее технического состояния Построили дамбу В 2013 году Тогда на нее Потратили 870 миллионов рублей Вчера они думали Что такая Думали мимо Как-то пройдет Надежда у нас была Надежда Утром проснулись Смотрим Уже По колену вода Миллиарды долларов Которые Кремль Тратит на войну Против Украины Власти могли бы Использовать Для обеспечения Безопасности граждан Коллапс ЖКХ Зимой Паводки весной В России Жизни и здоровье Людей Не в приоритете Ну вот еще один пример Того, что местные Дамбы и плотины Держатся на честном слове Что и становится Причиной подтоплений И прорыва Воды в жилой И промышленный сектор Но с другой стороны Сейчас по понятным причинам Не до таких пустяков Как местная Обеспечивающая инфраструктура Враг еще сидит В Париже и Вашингтоне И плетет коварные замыслы Поэтому просьба Только одна Отнеситесь с пониманием Лето длинное Высушите ваши дома Анатолий Несмеян Политический эксперт В Телеграм Большая вода Покинет россиян Не скоро Согласно прогнозам Экстренных служб Не ранее Чем через полторы-две недели В зоне риска Не только Оренбургская область Почти 30 субъектам Центральной части федерации Угрожает наводнение Наталья Гусук Адимир Штенгелов Для телеканала Freedom Дмитрий Яловский Политический комментатор Ведущий канала Ходорковский Live Сегодня с нами на связи Дмитрий, приветствуем вас Приветствую, коллеги Так, будем разбираться Что же произошло в Урске Я имею в виду Сейчас даже в вопросе Не прорыва Потому что есть уже Состоявшиеся факты А о том Все-таки Как власти Не среагировали А возможно Ну как-то Кто-то все-таки Подсказывал Что нужно среагировать Давайте мы сразу же начнем Если вы не против Дим 3 апреля Мэр Орска Я напомню Это Василий Казупица Делает определенный отчет Я сейчас очень коротко цитирую Вода местами присутствующая Да И так далее Это нормальное явление Он далее описывать Технически не буду Но я что важно Пообщался с жителями Живущими вблизи Урала Опасения у людей Что их может затопить Нет Вспомнили времена Когда Орск переживал Половодье В отсутствие дамбы Тогда Паводком топило дома На улице Набережной Сейчас такой угрозы нет Это было 3 апреля Но Тут далее нечто происходит Можем Да коллеги показать Это пост В этот же день Дениса Паслера Да 3 апреля 2024 года Тут есть пост В телеграме У него Можем Да Вот я выделил Тут 3 апреля 1840 Не знаю Единственное же Это центральное европейское время Или киевское время Денис Паслер Телеграм-канал Его губернатор Оренбургской области Он тут доложил Путину О ситуации С паводком В регионе Ну в общем Говорит о том Что Самое интересное И абсолютно не смешное Для жителей региона Регион готов к ликвидации Последствия паводка Ну то есть Исходящие данные есть Да Вот если рассматривать ситуацию Как математическое уравнение По сути Это уравнение Решить-то можно Потому что неизвестные Грубо говоря Наверное все-таки Есть понимание Какими они могут быть Примерно хотя бы Почему Тогда логичный вопрос Это тот вопрос Который звучит сейчас В соцсетях В Одноклассниках Вконтакте Где местная власть Почему не было Предпринято Какие-то решения Тут не в техническом плане Дмитрий Тут в плане Как власть могла бы Наверное Эффективно работать Да я понимаю Слушайте Ну на самом деле Проблема-то не новая Я бы хотел напомнить Сериал Чернобыль Да и вообще Те события Которые были Я думаю Многие зрители Смотрели Эту ленту Абсолютно Великая Замечательная И гениальная Я вот сейчас Как раз Вспомнил оттуда Цитату Когда собственно говоря Произошел взрыв На атомной электростанции И один из функционеров Один из начальников Этой АЭС Когда мне спрашивали Как дела Он говорил Not great Not terrible Не ужасно Но и не прекрасно А там уже Полная катастрофа Уже Облако Радиоактивное Несется В сторону Норвегии Но не ужасно Но и не прекрасно Но в целом Мне кажется Это такая мантра Которая Живет Ну уж точно С середины 80-х По Наши дни В каждом Советском Начальничке Или Не знаю Директор Или как угодно Назовите Мэрии Большого Российского города Главное Сделать вид Что все неплохо Главное Сделать хорошую Мину При плохой игре Авось принесет Авось не узнают Авось По шапке Не надают Но это конечно Полное Попустительство Это очередной Во-первых Пример Классической Русской коррупции И распила А во-вторых В нем есть И совершенно Приметы Нового Военного Времени В котором Россия живет На самом деле Я полагаю Что Без Помощи Запада Без западных Притающих Без Расходников Ни одно Техническое Или Технологическое Предприятие В России Нормально Функционировать Не может Насколько бы Оно Импортозамещенным Рублевым Исконно Пасконно Русским Не было Я полагаю Что Эта Станция Еще Докажет нам Верность Моей Теоремы Но При этом Мы точно Можем Говорить Что человеческий Фактор Не меняется Не менялся И он Будет Таким Как мы Видели Сейчас Мелочным Вороватым И надеющимся На то Что сверху Никто не узнает И Как-то Удастся избежать Кары Из Федерального Центра Это то Чего на самом деле Боятся Чиновники В России И мэры И градоначальнички Не Гнева Народного А то Что из Москвы Приедет начальник Снимет с должности И Еще там Утащит За собой Вниз Половину Своей Местной Вот этой Чиновничей рати С вами Действительно Тут Абсолютно Все согласятся События 38 лет назад То что тогда Произошло В Чернобыле И спасибо Что вспомнили Сериал Тут уже Скоро Очередные Очередная Годовщина Аварии 26 апреля Но Да Нам Мы специально Показали То что мэр Орска Говорил Что далее Губернатор Все таки Ну вот мэр В частности Вот фамилия Еще раз Казупица Я так не запомню Казупица Он не поплатится Все таки Своей должностью Как вы видите это Я думаю Я думаю Что мэр Не поплатится Но скорее всего Посадят Технических Директоров Те кто отвечал За Вот именно За техническое Оснащение Этой Дамбы На таком На среднем уровне Вот Против них Будет и Уголовка И Скачить Никому Не удастся Притом Я полагаю Скорее всего Я работал С такими людьми Я знаю их На самом деле Это честные люди Это хорошие люди Которые Скорее всего Уже давным-давно Бьют во все Колокола Кричат И орут О том что Это Так быть не может Мы При таких Технических условиях Мы не вытащим Будет авария Будет страшная Будет ужасная И скорее всего Я полагаю Что Люди Такого уровня Да Ну и давайте Скажем честно Да Там Советские технари Они еще не перевелись И существует Хорошая Школа Советская Вот они Еще как бы Может быть Мы должны Сказать им спасибо За то что Не было Того прорыва Еще раньше И еще больше Жертв И жизни Не унесла Да Эта авария Но Я думаю Что Людям Которые Занимают Посты Ну примерно Там От Начальника Дамбу Директора Предприятия До Мэра Орска Конечно ничего не грозит Конечно ничего не грозит Ни мэру Оренбурга Ни другим начальникам Не говоря уже там Про каких-то федеральных Чинуш Их Кара-кара обойдет Но вот я думаю Что Низшее звено И средний уровень Конечно ответит Как всегда Будь виноват Песков Песков заявил о том Что Путин Поручил Главе МВД Владимиру Колокольцеву Обеспечить охрану Правопорядка И имущества Граждан В районах Подтоплений В Тюменской области В том числе Ну во-первых Первый вопрос А разве сам Колокольцев Не умеет сам справляться Не знает Свои обязанности Что в принципе Ему необходимо делать По написанным документам Ну то ладно Просто такая Формулировка Она заставляет задуматься Насколько Автономны в своих решениях Региональные чиновники Главы министерств И прочее Ну то есть Правильно ли связывать Произошедшее В Оренбургской области Еще в двух областях Если правильно понимаю В Башкортостане Также могут быть проблемы В Челябинской области Могут быть проблемы В Казахстане Могут быть проблемы В том числе Правильно ли Эту проблему Связывать С Путиным Как главой Кремля Который по своим Конституционным обязанностям Ну давайте говорить Откровенно Дамбами Не должен заниматься В Оренбургской области И вообще Думать о них Ну Вы совершенно правы Тут у Путина Конечно По-хорошему В любом там Развитом Демократическом обществе Была бы Наверное Только лишь Роль Публичная Человек Который там Приехал бы на место Как-то там Выражал бы Какие-то эмоции Поддержку Может быть Скорб Типа погибшим Старался бы Выделить дополнительное Финансирование На Ликвидацию Последствия Наводнения Но Как бы Русский зритель Привык К сильной руке Поэтому Путин Ничего другого Не остается Как Начать Как быть вновь Капитаном Очевидность И говорить Что Товарищ Ковакольц Вы Не допустите Мародерства А если Мародерцы Будут То Вы уж Пожалуйста По всей Строгости Закона Накажите Как будто Все это уже Знают Это все Ясно Очевидно И прописано Что касается Региональной власти Только она Конечно Не самостоятельная И Тут Забавно Еще Знаете Что Министерство Чрезвычайных Ситуаций Которая Раньше Возглавлялась Господин Шойгу Который Сейчас Является Министром Обороны Вернее Нападения Российской Федерации Это было Мощное Ведомство Которое Постоянно Работало И которое Было Самое Публичное И Шойгу Был Какое-то Время Второй По популярности Собственно Человек В России Его рейтинг Был Зашкаливающий Потому что Ну почему Потому что Конечно Все время Случаются Или Паводки Или пожары Или наводнения Или что-то еще И везде Шойгу Который Вроде как Решает Вопросики Но вот Сейчас Шойгу Вопросики Не решает А только Лишь Создает Путин Наверное В этой Конфигурации Да Ну как бы Свято место Пусто не бывает Поэтому Вот он Пытается Сейчас Красоваться На Фоне Тех Катаклизмов И тех Бед Которые Случаются Ну Я думаю Что в целом Людям Должно быть Очевидно Что Это Следствие Только лишь Его политики Только его Расхлябанности Ну и каждый Губернатор Собственно говоря Его же не люди Выбирают Губернаторов Да Это тоже Ставник Путина Но к сожалению Вот эта связка Покажется в головах Россиян не работает То есть Слишком далеко Москва Слишком близок Оренбург И Орск Но вот этой спайки Да Что весь этот Трэш Да Происходит Сключительно из-за того Что в главе Государства Путин Который уничтожил И прямую демократию И выборы Губернаторов Вот ее покажется На эту войну Тут вообще ситуация Дмитрий Мы как раз с вами Тоже об этом говорили Да Вот из недавних событий О теракте Крокусити Холи 20 часов Молчал Подмосковье Когда замерзало Зимой Да Потому что Ну Прорыв за прорывом И так далее И награды ранее получали Которые назывались Прорыв года А потом прорывы происходили Тоже молчал И жители уже писали К нему обращения А он где-то на Камчатке Извините В теплицах Смотрел Как там выращивают Овощи да фрукты Ну это правда Это же реальные события Я сейчас абсолютно Да Даже ни к чему Не можно здесь Ко мне Что-то кинуть В мой город Потому что это Реальные факты Где надо Молчить Казалось бы Где надо Не говорит Когда не надо Как-то А здесь быстро отреагировал Наверняка вот как-то Решили все-таки Надо возобновлять Вот показывать Что все могу И все решаю Ну наверное Наверняка надо Как-то было накануне И заранее решать Какие-то вопросы Также все-таки Возвращаюсь С тому же И теракт В Крокус-Сити-Холле Хотя возможно Кто-то скажет Как-то несопоставимо Да все сопоставимо Здесь как раз Обеспечивать безопасность Глава государства Должен был А здесь же сейчас Тоже вопрос безопасности На самом деле Потому что Ну уже ситуация Произошла Паводок действительно Очень серьезного уровня Есть информация Которую сами же Российские власти Подтверждают И местные власти Что 10 числа 10 апреля Все-таки будет пик Пик паводка И какие будут последствия Тоже Ну то есть Интересно Я вот здесь с вами согласна Что все-таки Это политика Того кто руководит Государством Поэтому вот это сегодня То что происходит Я сейчас с зрителем Российской Федерации На самом деле Это вот результат Как раз Деятельности Главного вашего лидера Главного лидера Вашего государства Потому что Когда Российская армия И российские оккупанты Ударили по Каховской ГЭС Многие как раз Российской Федерации Очень радовались Смотря на кадр Извините Но это правда А сейчас Я просто говорю Так как есть И многие радовались И говорили Что это вам месть Там за что-то Акт возмездия И так далее Да нет Вы видите На самом деле Природа берет свое И природа Ну на самом деле Не будет спрашивать А природа Будет только спрашивать У того Кто должен вам обеспечить Безопасность А сейчас на самом деле Вот действительно приходит Знаете Это не только природа Я могу долго говорить Поэтому пожалуйста Вы совершенно правильно Говорите Я не хотел вас Перебивать Но это конечно Не только природа Как бы в плане Силы природы Но это еще и Природа Хомосоветикуса Который Еще раз Вороват Еще раз Разглядяй А это сейчас Еще все И помножено На Изоляционизм На санкции На то что На кадровый вопрос Давайте тоже о нем Не забывать Да О том что Многие Мужики У которых Есть вообще Какие-то Не знаю Которые могут В руках Наверное Что-то держать Да Они решили Пойти на СВО Так называемую Да То есть Есть огромный Колоссальный Кадровый кризис О котором Мало говорят Но он при этом Существует И давайте Вспомним Недавнее землетрясение На Тайване Да Вы говорите Силы природы Ну вот тоже Как бы Силы природы Против них Ничего не Не сделаешь Да Но при этом Тайвань вышел Ну посчитайте Вообще Просто отряхнулся Да От этого землетрясения И дальше Себе Бодрейше Зашагал Тут мы с вами Говорим про Реку Урал Которую Конечно Как бы Не Не Лена Там Не Иртыш Да Ну Большая река Ну окей Как бы И она Как бы Давно уже Там существует Ну в общем То что вы говорили Про Путина Да И про его Реакцию Я думаю Что тут Мы имеем Дело с тем Что во-первых Там есть несколько башен Которые явно Горятся друг с другом Кто-то ему говорит Что вот Сиди помалкивай Пока Как бы Ситуация не выправится А кто-то другой Может говорить Что Ну вот Сейчас надо Выступить Сейчас надо Значит У тебя там Квакольцев Недработал По Значит Крокусу Вот сейчас Можно его Еще раз Как бы Ипнуть Ну и Мы знаем Что в целом Как бы Сам президент Довольно Сам Путин Довольно Неуправляемый Товарищ Вот Поэтому Я думаю Что ему Чтобы его советники Не говорили Все равно Все будет Как мы решили В конце Дмитрий Сейчас Российские Журналисты Мне язык не поворачивается Назвать пропагандисты В эфире Первого канала Показали сюжет Допроса ФСБ Сотрудниками ФСБ Участников Террористов Совершивших Теракт В Крокус Сити-Холл Все стандартно И понятно Утверждают Направлялись Киев Куда ж еще Как же Как можно Интересно Просто Возникает вопрос На который Почему-то в России Пропагандистском Вот этом корпусе Не могут ответить Расскажите Как проехать Через Брянскую область В Украину В особенности Там заминировано Я не знаю Даже десятки сотни километров С российской стороны И с украинской стороны Тоже Заминировано И прочее Ну то ладно Может был какой-то план Они его придерживались Так вот Направлялись в Киев Должны были выдать По одному Миллиону рублей Каждому Я так понимаю Исполнителю Новый виток Как я понимаю Вот этого Бреда Со стороны пропаганды С какой целью Вот тут уже Называют деньги Конкретно Тут назвали Какого-то Сайфуло Который был якобы Связным С этими террористами Цель Какая Ну Власти продолжают Натягивать Саву на Крокус Тут Может быть Несколько причин Того Почему они это делают Первое Конечно Что самое логичное Что приходит на ум Это Оправдать Новую волну Мобилизации Или придумать Какую-то новую форму Для того Чтобы собрать Кадры На войну Может быть Это какая-то Контртеррористическая Операция Будет Или Что-то такое Во-вторых Конечно Мобилизовать И бизнес И элиты Которые существуют В России Вокруг Идеи Войны с Украиной Мобилизации Они вовсе Виноваты Ну и Третье Конечно Каким-то образом Дать понять Что Вот не зря Мы все это делаем Не зря Мы начали войну И Видите Какие они Вероломные И хитроумные Украинцы Даже вот Таджиков Значит На свою сторону Приманили Есть еще четвертая Более Конспирологическая Как мне кажется Версия Она стоит в том Что Россия Очень хочет Открыть второй фронт В Средней Азии Но мне кажется Что Пока что На это нет Ни сил Ни возможностей Ни ресурсов Контраргумент Который у меня есть Да Против Украинской версии Мне кажется Что если бы Я Вот представимся Да Был бы там Диктатором Авторитарным Лидером Ну я бы наверное Конечно Боялся бы Перевешивать Таким образом Вину на теракт На сторону Украины Против которой Я уже два года В сцене войны Нахожусь Ну потому что Это говорит обо мне Как о полном идиоте Который не может Ничего поделать И два года Вот я как бы Воюю с людьми А они все равно Меня бьют И бьют Самое сердце Самым Элитом Собственно говоря Районе Подмосковье В Крокусе Который по идее Должен быть Да Супер классно Защищен Я бы вот Кого угодно Обвинял бы в этом Кроме украинцев Потому что По хорошему У меня с украинцами Наверное все должно быть Чики-пики Ну вот Мне кажется В этом есть Какой-то Просчет Не знаю Многие ли обращают На это внимание Но Натягивать Да Вот Как Пишет тоже Как написал Плитолог Владимир Пастухов Пришивать Тюбетейку К шароварам У Кремля Получается Очень хорошо Но в целом Ничего удивительного Потому что Используют они При этом Пытки Насилие Давление Оружия И унижение Человеческих достоинств Не могут Ничего кроме врать Непосредственно Это видно Не могут Своих граждан Защитить от теракта От исламского государства Как сказал Миниханов Глава Татарстана 2 апреля По-моему Очнитесь ребята Нас никто не защитит После удара Беспилотника По Алабуге Ну тут мне кажется Более красноречиво Невозможно Описать власть Российской Федерации Россия Спасибо вам огромное Дмитрий Рады вам всегда В эфире Фридом Дмитрий Иловский Напомню Был с нами на связи Политический комментатор Ведущий канала Ходорковский Лайф Далее короткая пауза После нее Вернемся в эфир Фридом Об экономической бездне В которую Россию Столкнула Кремлевская власть Резервы истощаются Военные расходы Доминируют Чем это заканчивается? Это заканчивается тем Что было в конце Существование Советского Союза О подлинных причинах Бедности россиян В России процветает Обогащение чиновников За счет народа В квартире дико холодно Горячей воды не было Несколько дней Показываем правду Про то, как преступный режим Путина И его война Делают всех россиян беднее Ваши деньги Каждый вторник В 16.30 по киевскому времени На телеканале Фридом Вы проживаете на территории России? Вы можете приблизить падение Путинского режима Без риска для себя Путин узурпировал власть И лишил граждан России Возможности влиять на свою жизнь Вы можете повлиять Дроны Сыч помогли уничтожить Техники путинской оккупационной армии На сотни миллионов долларов Наша цель сделать так Чтобы их стало в разы больше Абсолютно безопасно Присоединяйтесь к сбору средств На БПЛА с помощью криптовалюты Такие операции По выводу денег за рубеж из России Режим Кремля не способен отследить Поддержите сбор Станьте частицей победы Над путинским режимом Дорогие друзья, мы продолжаем И еще одну тему сегодня предлагаем Для обсуждения В частности поговорим о том Почему же лидер Кремля Так любит общаться с террористами И террористическими организациями Хизбалла помогает России Обходить западные санкции В обмен боевики получают от Москвы Финансовую помощь и вооружение Об этом пишет издание Инсайдер Российская Федерация устанавливается Более тесное отношение с Хизбаллой Хамас, Талибаном и еменскими хуситами Что их объединяет Расскажет Кристина Добровская Россия с начала своего военного присутствия В Сирии сотрудничала с боевиками Хизбаллы, пишет издание The Insider Российские офицеры и представители группировки Координировали действия И готовили совместные военные операции Альянс Москвы с Хизбаллой Вскоре вышел за рамки Чисто военного партнерства Например, в 2018 году США раскрыли схему Контрабанды иранской нефти в Сирию В нарушение санкций В ней были задействованы Российская государственная компания Роспромимпорт и Хизбалла Еще один союзник и партнер Москвы Йеменская группировка Ансар Алла Больше известная как хуситы Судя по заявлениям российских пропагандистов Они одни из главных союзников России в борьбе за якобы многополярный мир Похищение людей, депортации, пытки, расправы над безоружными Все это характерный почерк Ансар Алла И происходит в ходе полномасштабного российского вторжения в Украину Россия традиционно блокирует в совбезе ООН-резолюции Направленные на введение санкций против хуситов И даже пыталась оспорить включение группировки В американский список террористических организаций Из публикации издания The Insider В знак благодарности хуситы пообещали не трогать российские суда Следующие через Красное море Несмотря на развязанную ими войну против торговых флотов едва ли не всего мира Что касается Хамас, то Российская Федерация не признавала и не признает это движение террористическим В отличие от множества других государств После того, как боевики Хамас напали на Израиль 7 октября 2023 года Москва только сблизилась с этой группировкой По информации американских журналистов, Россия оказывала ей материальную поддержку Так, накануне теракта в Израиле Хамас получил миллионы долларов через московскую криптовалютную биржу Также по информации CNN представители группировки утверждали, что с разрешения Москвы в Газе было налажено производство автоматов Калашникова и патронов к ним Российская Федерация, которая заявляла одной из своих целей борьба с международным терроризмом И как раз на этой волне даже было определенное потепление отношений с Соединенными Штатами Америки в начале 21-го столетия Но фактически, как мы видим, Российская Федерация сама взращивает разные террористические организации Помогает их становлению Ну и фактически сама превратилась в государство террориста, мировой центр террористической активности Тем самым усиливая незаконные действия в мировом масштабе В Россию уже приезжали делегации Хамас, Хизбалы, Ирана и Талибана Эту организацию большинство стран в мире признают террористической В Российской Федерации Талибан тоже признали террористической организацией еще в 2003 году После того, как Талибан захватил власть в Афганистане Представители движения приехали в Москву на переговоры с министром иностранных дел России Лавровым По итогам глава российского МИДа заявил Это, цитирую, адекватные люди Скоро талибы опять приедут в Федерацию Министерство иностранных дел пригласило их на форум «Россия. Исламский мир» в Казань в мае 2024 Российские СМИ пишут Москва работает над тем, чтобы исключить движение «Талибан» из списка запрещенных террористических организаций Кристина Домбровская для телеканала «Фридом» Геннадий Гудков, российский оппозиционный политик, с нами на связи Геннадий Владимирович, приветствуем вас Да, добрый вечер Таковой добрый вечер Пожелаем всем нас, видящим и слышащим Да, ну сложно действительно находить какие-то интерпретации, приветствия В особенности последние несколько лет Ну, спасибо вам Геннадий Владимирович, вы знаете, сделаю вид, что не очень понимаю Но все-таки хочу спросить А что же объединяет Путина, Хамас, Хизбалу, Хуситов и так далее? Как что? Тут все понятно Которые, собственно говоря, и создали все эти называемые структуры Хизбалу, Хамас, Талибан и так далее Все эти структуры созданы государственной властью Государств изгоев, тиранов, пособников террористов и так далее и тому подобное Кто такие Хуситы? Хуситы – это структура, созданная, вооруженная, содержащаяся Ираном Кто такой Хамас? Помимо помощи от реакционных арабских режимов, она находится на прямом содержании Ирана Кто такой Талибан? Талибан создавался как структура, тоже и Пакистан там приложил руку и так далее Для борьбы с американцами, борьбы с демократиями И мы видим, что сейчас эта структура действует террористическими методами, военными методами Методами казни, расправ и так далее и тому подобное Поэтому все это создается государствами, где власть узурпирована, где власть несменяема Где власть используется для улетения народов Ну и понятно, что с целью ограбления этих народов Потому что сегодня я прочитал прекрасную новость Дочь, по-моему дочь, она все-таки ясер Арафат Как утверждает СМИ, живет в Лондоне и ей принадлежит капитал 8 миллиардов долларов Там какая-то улица, чуть ли не искупленная ею И я так подумал, мне оказывается, очень прибыльный бизнес заниматься террором Очень прибыльный Поэтому вот этим, собственно говоря, и занимаются эти структуры Находящиеся на содержании государств Ну а реакционные государства решают задачу, как я сказал Сохранения узороперной власти и противодействия всем тем, кто этому мешает Недоговороспособность Ситуация, которая есть между Кремлем и ИГИЛом Ведь дружбы у них по большому счету не получилось Да, в особенности с Вилаяд Харасан Вилаяд Харасан, напомню, это регион в целом так называется Географическое вообще название А я так правильно ли понимаю, что в целом Кремль мог бы и исламскому государству что-то предложить Несмотря на давний спор, что ли, давнее убийство представителей исламского государства Террористов, естественно Но из-за этого дружба ж не могла испортиться, я так понимаю Нет, нет, дружба, она не из-за этого не сложилась Она не сложилась из-за Сирии Потому что Путин поддерживает сирийского диктатора И благодаря, собственно говоря, Путину он пока еще и жив, здоров и сохранил какую-то часть власти Сирии Это, конечно, не помешало Сирии пережить и переживать гражданскую войну с огромным количеством жертв Не помешало Сирии, по сути дела, расколоться на какие-то фрагменты На территории, которые там непонятны кем и как контролироваться Но, тем не менее, именно поддержка Путина, диктатора сирийского башера Асада Она, собственно говоря, привела к тому, что вот с ИГИЛом у них не сдалось Поскольку ИГИЛа была там чем-то обижена сирийскими властями И, естественно, там Путин вступил с ними в противоречии Непримиримой, там в том числе бомбя те территории, эти пункты, те анклавы Где находились как раз боевики ИГИЛа Потом уже, когда эта дружба не сдалась совсем окончательно Россия начала преследовать все, что там имело отношение к ИГИЛу Попали под раздачу, я просто напоминаю, кто не помнит эту историю Жены так называемых ИГИЛовцев в России Те, кто уезжал туда воевать, ну и там к ним ехали их жены И их за намерение еще, так сказать, не пересекали границы Уже их там сажали, травили, додушили Объявляли врагами народа и так далее То есть дружба не сдалась давно Причины, так сказать, уходят корнями нашу современную историю Но это не означает, что не может быть сейчас потепления Какого-то там движения вспять Пожалуй, это единственная крупная организация террористическая Которая не имеет прямых контактов с путинским режимом Вот, как говорится, это исключение из правил В целом и Талибан, и Хамас, и Хизбалла готовы сотрудничать Несмотря на свой радикализм в определенном времени В определенных решениях, скажем так И якобы написанной этой эмалеванной идеологией В основном исламское государство — это идеологическая история И это идеологически подготовленные бойцы На самом деле никакой там идеологии нет Вся эта идеология — это ширма Ширма, как я сказал, для удержания захваченной зооперной власти Ширма для освоения денег Для роскошной жизни руководителей террористической организации Как мы знаем теперь из сегодняшней новости Что дочь Ясера Арафата — миллиардерша Я думаю, что там прекрасно серживают руководители Потому что они получают прекрасные деньги за свою грязную кровавую работу Но вокруг Путина объединяются не только признанные террористические организации Но и все людоедские режимы — Иран, Северная Корея Ряд арабских диктатур, ряд африканских диктатур и так далее и тому подобное То есть Путин сегодня является координатором Вообще вот всей системы тирании Всей системы тирании и всего того, что они создают для борьбы с цивилизованным миром Так что вот Москва стала таким гнездом, что ли, мирового терроризма В прямом смысле этого слова Геннадий Владимирович, мы сегодня обсуждали тему выступления Заявления Йенса Столтенберга, генсека НАТО В контексте появления, объединения оси зла с Россией, Китаем, КНДР и Ираном И как, собственно, Североатлантический альянс В целом цивилизованный мир, демократический Может противостоять этой оси Но если КНДР, Иран, какие бы ни были Ну это государства Но, к примеру, Хизбалла, исламское государство Хамас, Талибан Это все же организации террористического толка И с ними централизованно бороться довольно тяжело Скажем так, якобы уничтожена Аль-Каида Она разрослась метастазами Нет, нет, нет Мне кажется, что это вот упрощенное понимание Вернее, упрощенное это допущение Которое усложняет понимание задачи Нет никакие Ну, Талибан сейчас, вы знаете, стала государственной власть И вот одни из многих мер Кровавых и жестоких, которые они намерены реализовать И уже реализуют Это последний шедевр Это побитие женщин Убийство женщин С помощью публичной казни камнями За различные, так сказать, прегрешения То есть это кровавая людоедская власть И с глубокого феодального прошлого С отмороженными мозгами И, видимо, с жаждой обогащения В современных условиях То есть это такая довольно отвратительная масса Которая, в общем-то, сейчас Подкармливается Рядом других соседних государств Ну, там роль Пакистана Мы прекрасно знаем В противодействии американцам На территории Афганистана Вот, поэтому нет Тут не совсем так Надо бороться не с Признаками болезни А с ее причиной А причина – это несменяемые диктатуры Несменяемая власть Диктатуры, тирании В Азии, в Африке и так далее И вот тут мы и борьбы не видим Потому что нужен пересмотр Мирового порядка Надо признать все страны Где власть не меняется Не меняется Надо признать их опасными Для всего мира Потому что Вот вчера Китай был там Дэн Сяопиновский Там что-то как-то Какие-то признаки Сменяемости власти Хотя внутри одной партии Там были реформы Там была конституция Ограничивающая пребывание Руководителя страны Не более двух сроков Не более двух сроков И так далее И вроде казалось Китай пошел По цивилизованным путям Что сделали мировое сообщество Они туда бросили Триллионы долларов Созданной бизнес Как говорится Превыше всего Деньги превыше всего Создали там мощнейшую технико-технологическую базу Науку Вооружили Китай Знаниями Технологиями Китайцы Талантливый народ Они все это выучили Они все это развили Усовершенствовали И теперь Китай Чудовищный гигант С прекрасными Техническими Так сказать Возможностями С ядерным потенциалом С огромным Населением Сопоставимым Со всем населением Мирового шара И вот теперь Наши Так сказать Товарищи Которые Говорили Давай 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 Инвестировать Китай Теперь говорят А что же нам делать Ребята Вообще неплохо Сначала думать А потом делать А у нас получается Как-то наоборот Сначала делают Совершают чудовищные ошибки А потом говорят А что же нам теперь С этим делать Вот мне кажется Что должно быть Более жесткое Государственное регулирование Извиняюсь за выражение Инвестиции Своей страны Куда вы инвестируете Кого вы поддержите Кого вы развиваете Что вы хотите В итоге получить Потому что Процесс сейчас Этот продолжается И нельзя Руководствоваться Чисто прагматическими Представлениями О том Что если там Норма прибыли 15 или 20 процентов То нам нужно Бросать все бабки Надо смотреть О глобальных последствиях Потому что Если начнется Что-то серьезное Заворок с Китаем Там триллионов Никаких не хватит Там Еще погибнет Не невестно Сколько что Чего не дай бог Вот это цена Наживы Вот цена Жадности Предпринимательской Услышали Ваше мнение Геннадий Владимирович Спасибо вам За участие В эфире Спасибо за Ваше мнение Геннадий Гудков На связи с нами Был российский Оппозиционный политик Ну и далее В нашем эфире О так называемых Хлопках в Белгороде О сказке Под названием Русские своих не бросают Подробности Программе Олега Борисова Давайте проверим Белгород Это первый крупный город России Куда почти в полном объеме Вернулась война Начатая Путиным Против Украины Это первый большой российский город Жители которого на собственной шкуре Ощутили Каково это Когда русские своих не бросают Вся страна спокойно живет Белгород бомбят Москва ликует Пир во время чумы А мы сидим в подвале Дорогие белгородцы Понимаете Почти всем в России На вас просто Начихать А вот Насколько Расскажу вам я Олег Борисов В новом выпуске программы Давайте проверим Поехали Игнорировать проблемы Белгородской области Стали ровно в тот момент Когда Собственно Эти проблемы появились Помните Такой город как Шебекино Шебекино Шемякино 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 Шмейкино 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 да Так вот Когда там началась суета Жители стали массово писать Федеральным СМИ С требованием Обратить внимание На происходящее И те конечно Обратили Просто поставив блок На комментарии С упоминанием Названия города Во всех его вариациях От Шемякино До Шербекино Худо-бедно Но недовольство Замяли Городок-то Небольшой Однако В последнее время Стабильно Начало прилетать По областному Центру Белгороду Ввиду наличия Там множества Российских Военных объектов Взрывы слышны Чуть ли не каждый день И вот условный Белгородский Ванька Который всю ночь Содрогался от хлопков А утром Вставлял новые окна Включает телек Дабы услышать Что же Любимые пропагандисты Расскажут О его страданиях А там В зимнем саду Белгородского Госуниверситета Зацвели Субтропические Тропические растения Увидев Это безобразие Ванька Строчит Гневные комментарии О том Что думает О зажравшихся Кремлевских Прихвостнях Почему федеральное Правительство Нас не слышит Не видит Мы достойны Защиты по Конституции РФ Мы ж Белгород Это Россия Верно? Почему нигде Не освещают Ситуацию в городе Нигде Вся страна Спокойно живет Белгород Белгород Бомбят Каждый день И каждый день Там умирают люди Не Про Белгород Мы с вами Говорить не будем Это в порядке вещей Ну их бомбят И пусть они подыхают Они же не москвичи Массовые требования Белгородцев Обратить внимание На ситуацию В городе Кажутся чинушами Из Москвы Ну Сильно Назойливыми Официальные паблики На этот раз Просто Закрывают Свои комментарии Удаляют комментарии Забанили в группе За то что написал В комментариях Белгород не простит Превзошел всех Соловьев Жалобы белгородцев На Незащищенность Он и вовсе Назвал Мерзкой Истерикой Я думаю Надо заехать в Белгород Потому что пошло Большое количество Разных тварей Притворяющихся блогерами Которые говорили Вот Федеральная власть Забыла Белгород Помогите людям У людей ничего нет Это кошмар Люди себя чувствуют Брошными Как вы можете Пока Москва Гуляет Белгород Гибнет Вот эта вся Мерзкая истерика Которую тут же Кстати Подхватывают Укронацистские СМИ А если вы что-то Не знаете Просто Заткнитесь Только вот В комментарии Под этот выпуск Соловьеву Пришли отнюдь Не украинцы А простые Жители Белгородской области Высказать ему Пару ласковых Посмотрела Рассуждение О Белгороде И возник вопрос Не хочет ли вас Наш Соловьев Пожить в Белгороде Рассчитает Что у нас тут Все нормально И жалобы местных Это мерзкая истерия Родню привезет Пусть Приехал к нам В Белгород В бронжилете И каске На полчаса И свалил А нас называют Тварями истеричными Вот истинное Лицо человека Всегда считала Соловьева Умным человеком После его слов Про наш Белгород Считаю Что он просто позорник И что бы вы думали Комментарий Закрывает И Соловьев Без бронированных Автомобилей Преживаний народа Вызывают только отвращение Все на фронте знают Что когда он приезжает В какое-нибудь подразделение То работа военных Контрразведки Парализуется на несколько дней Обеспечивает безопасность Этого хайпажора Для того чтобы он снял Средней паршивости репортаж Который пацаны И без него сняли бы Не менее профессионально Мужики А вам не стыдно За этого человека И вы к нему в эфир ходите Смотрите и слушаете Как он перед вами Поливает грязью Всех подряд Я лично приглашаю Не товарища Соловьева Приехать к нам еще раз Только не проездом На час в ночное время А хотя бы на недельку Здесь важно помнить вот что Все они людоеды Поддерживающие Жестокую войну против Украины Им абсолютно все равно Что там происходит С белгородцами Или с кем-либо еще А по ситуации в Белгороде Я хочу сказать одно Оттуда На соседний украинский Харьков С 24 февраля 2022 года Посыпался шквал Снарядов Бомб И дронов Что продолжается И по сей день Взять Украину За три дня Не получилось И представляете Бумерангом Стала прилетать Ответка А ведь До объявления Путиным Так называемые Спецоперации Белгород Белгород Жил абсолютно Мирной жизнью Ну а теперь Покой ему Будет только Снится До тех пор Пока российские войска Не покинут территорию Украины На этом все С вас лайк Подписка Комментарий Ну а с меня Новый выпуск программы Давайте проверим Пока Мы всегда называем вещи своими именами Не отрицательное наступление А бегство Не самолет перешел на сверхзвук А взрывы Не жест доброй воли А поражение Не СВО А война Всегда говорим так Как есть на самом деле Нам виднее Ведь именно мы находимся В эпицентре событий Итоговый выпуск дня Пришло наше время Ежедневно В 21.00 По киевскому времени На телеканале Freedom Чат-бот Для связи с редакцией Телеканала Freedom Сообщайте о нарушении Ваших прав Предлагайте темы Для наших материалов А также Говорите напрямую Если найдете ошибки Или неточности В нашем контенте Расскажите На что По вашему мнению Редакция Freedom Должна обратить внимание Опишите события Или расскажите историю Для нашего материала Freedom Освободи свое право На выбор Субтитры создавал DimaTorzok 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 Путина о том Удастся ли России Переключить внимание Мировой общественности В основном Западной общественности С своей интервенцией Своей агрессией Против Украины На Мифическую Мифический Камбэк Мифическое возвращение Исламского Радикального Терроризма Куда вообще ведут Все эти метания И откуда они вообще То Украина То ИГИЛ То мировой Исламский терроризм То нет Это гур И так далее И тому подобное А также о том Сколько на самом деле Офицеров В главном управлении Разведки Министерства обороны Украины Говорит на Фарси Или же Говорит на Арабском И вообще В принципе О том На каком языке Собственно говорили Террористы в Крокусе На Арабском Или на Фарси Обо всем этом Мы поговорили С Тарасом Задгородним Оставайтесь Будет интересно Давайте С вами Закончим В нашем с вами Общении В нашем С вами Мире Вот этот вот Кейс Крокуса Хотя понятное дело Что закончат Его Какие-то Исследователи Лет через Дам пять Наверное Когда появятся Какие-то новые данные Но Крокус Это Чистый ИГИЛ Или это чистое ФСБ Которое В свойственной ему манере Подговорило Кого-то из Таких Слабых Слабых духом И разумом Пользователей сети Не Ну смотрите В таких делах Нет Однозначных ответов Почему Потому что На определенном этапе Могут подключиться Другие Игроки Которые полностью Поменяют Общую задумку Уверен Что задумка Была Ну В точке зрения ФСБшников Правильно Да То есть Вот приходят террористы Стреляют Москвичей Вот Потом мы находим Везде Где только возможно Визитки Яроша Буданова Малюка И всех остальных Предоставляем Это как способ Мобилизации Населения На Большую Священную войну В принципе То что То что Путин Делал 25 лет назад Когда Мобилизовал На выборы Вот Но Проблема в том Что тогда Оно более профессионально Было сделано Мы с вами Еще в таком возрасте Когда Можем вспомнить Как это все Происходило Но тогда Оно профессионально Было сделано То есть Были опубликованы Видео Как там Режут пальцы Этим русским Солдатам Якобы Чеченцы Хотя у меня После того Что происходит Подозрение Кто кому Еще там Резал Пальф Под вопросом А еще там Контекст же Был Путин Шел К власти Как человек Который Гарантирует Безопасность Потому что Контекст Это как Они говорят Лихие 90-е Бардак Стране То что Они Говорят Война В Чечне Проигранная Война Кстати Тоже Важный Момент Проигранная Война Нужен Реванш И так далее Тогда Все логично Было И все Понятно И более Контролируемо То что Я наблюдаю То что Я наблюдаю Я подозреваю Что задумка Была такая же Ну А дальше Начинаются Вопросы По исполнению Вот Как Вопросы По исполнению Ну то что Я увидел У меня Создалось Такое Впечатление Что Выделили Бюджет Огромный Да 90% Сразу Стырили Вот А потом Взяли Кого-то На аутсорсе Исходя Из того Что Ну давайте Там Как-то По дешевке Что-то Сделаем Вот Дальше Не исключено Что упал Ну по крайней мере Во внутренних Касаемо Вот Организации Москвы Упал Внутренний Уровень Организации Спецслужб Потому что Все наверное Более-менее Профессиональные Занимаются Украиной Войной И так далее А тут Как бы Уровень Исполнителя Не стреляет И в пианиста Играя Как умеет Второй вопрос Может быть Тоже такое Не заморачиваться Зачем Кого-то Убеждать Мы сделаем Картинку И там Все потом Склеим Подмонтируем Вот Дальше То есть Вот не исключено Не исключено Что они реально Могли взять Людей Которых Они тренировали В рамках ИГИЛа Потому что Русские Все-таки Присутствовали В ИГИЛе Через выходцев Тоже Из Средней Азии Это вообще Ни для кого Не секрет В сети Есть В сети Есть Видео Где они Вербуют Людей Это тоже Как бы Трансформация Спецслужб Вместо того Чтобы бороться Со специальной Бороться С терроризмом Они сами Придумывают Терроризм Потом Ну как это у них Называется Операция Кабанчик Вырасти Кабанчика Потом его Зарежь Вот Это вот Все вместе Скомпоновалось Ну и потом Пошли вот эти Нестыковки Тут машины Люди Тут ИГИЛ Появился Настоящий ИГИЛ Я не исключаю Что это Игра Британцев Которые Очень много Ломает Потому что США В нынешнем состоянии Я не вижу Пока Как способны Они играть На такую игру Тут важный момент И я хочу Чтобы вы мне уточнили Игра Британцев Насколько я понимаю Вы имеете ввиду Не сам теракт Игра Британцев А то что началось Уже После него Да да Видео Видео Конечно Появление Игра Ну То что делалось То что Реализация Теракта Это ФСБ Даже можно Не сомневаться Без каких-либо А дальше Это вопрос Интерпретации Факта Которые Это вот Вступил Тут В ИГИЛ Да А тут реально Тут таджики Тут этот Тут все Появилось Оно все Склеивается И смотрите То что Точно Пошло Не так Это видно Сколько Времени Путин Взял На выступление 20 часов Прошло Если бы Все было Подготовлено Все было На мази Все было Хорошо Это бы Уже В течение Суток Объявили Расследовали И так далее Они Запутались Они не знали Что выбирать Поскольку Залез Реальный ИГИЛ Вот И Это поставило Очень сложную Растяжку Поскольку Это Мусульманский Фактор Да Вот Который Дальше И выстрелил Дальше Что пошло Дальше Пошел Ну вот Экстез Исполнителя Когда они Начали Отрезать Уши И все Остальное То есть Это Уже Ну Очевидно Что эти Люди После таких Пыток Признаются В чем Чем угодно Да ИГИЛ Снова Выскочил ИГИЛ Заявил Что Вот Это все Таким Мыс Внутренняя Болосъемка То есть Вот Это Последовательность Что опять же Поставило В Непонятное Положение Уже Самого Путина Путин Был Вынужден Второй Раз Выступать Обратите Внимание Второй Раз Уже Выступать Для того Чтобы Подтвердить Что было В первом Разе Потому что Там Украина И так Далее Тут США Вступили Которые Заявили О том Что Не имеет Никакого Отношения И так Далее И так Далее То есть Очень Все Было Смазано И тут Еще Опять же Подтема Которая Возникла Для Россиян Это Вопрос Ну Началась Традиционно Ненависть К мусульманам Вот Что Вызвало Реакцию Уже Кадырова Который Сказал Не надо Тут Вот Всех Подай Гребенку Потому что Это Тут же Интересный Фактор Что Вот Что Объединяет Все Спецслужбы России Несмотря На Путина Он Там Мешает Всем Да И так Далее И так Далее Ну Пока Путин Живой И он Там Есть И то То есть Заварилось Совершенно То есть Фактически Россияне Этим Терактом Не Мобилизовали Против Украины Потому что Ну там Как-то Ты там Уже Натянуть Вообще Невозможно Оно Не Клеится Вообще Да 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 И Открыли По сути Против себя Второй Фронт Уже Связанный С ИГИЛом Связанный С мусульманством Унижение Мусульман Ну что Такое Когда Ты Человека Там Под гениталии Ему Присоединяешь Это Телефон Это Унижение Это Просто И это Еще Показываешь Ты Это Еще Не Скрываешь Вот Это Я думаю Что Это Аукнется Точно Аукнется Все Это Потому что Когда Империя Начнет Слабеть Это Все равно Появляются Пассионарные Силы Контекст Который Не Связ Который Исторический Контекст Произведения Этого Таракта 25 лет Назад Путин Продавал Себя Как Человека Который Обеспечивает Безопасность То есть В обмен На права Свободы Пайку Хорошую Зарплату По российским Меркам Мы Обеспечиваем Безопасность А сейчас Вопрос И пайку Забрали И Свобод Нет И безопасности Нет Потому что Был вопрос А где Были Там Полиция А где Все остальное То есть Как бы Тут Больше Выстрел В ногу В данном Случае Потому что Нет Ну и плюс Они еще Вот это Добавляют Истерики По поводу Украинских Спецслужб Это очень Хорошо Очень Хорошо Это почему Чем больше Будет паранойи Тем лучше А это уже Вот тактика МОСАД Знаете Как МОСАД Делает Публично Грохнули Сто Десять Тысяч Страшно Да А что такое Страх Это когда Начинается Появляется Паранойя Разваливаются Горизонтальные Связи Друг другу Не Не доверяют И тут Достаточно Точечными Акциями Подтверждать Что ты тут И они Везде Это будет Ну вот Как СБУшники Грохнули Киеву В элитном Поселке А это Как бы Знак Не только Нашим Коллаборантам И российским Элитам Проникли Туда Где Вы считали Что Безопасно Да Вот Этот Вот Это Это тоже Как бы То есть Больше Больше В Украину Сыграли Чем хотели Мобилизовать Потому что С точки зрения Мобилизации Никак Ни этого Это Не сработало Как было Так и осталось Все эти натяжки О том Что там были Украинцы И все Это вчера Было заседание Там Патрушев Бортников И все остальное Единственное Что Можно сказать Что Скорее всего Этот Таракт И его Последствия Активно Разыгрались Группой Ястребов Патрушева ФСБ Которая Усилила Своё влияние В России Это Имеет Будет Следующее То есть Это Война Все это То есть Уже без Каких-либо Сантиментов То есть Дальше Которая Будет Иметь Следующую Составляющую Проведение Национализации Активов Которые Были Приватизированы В 90-х А это Очень хорошо Для Украины Почему Потому что Это Хорошие Предпосылки Для хорошей Гражданской Войны Они Запускают Два Процесса Которые Очень Позитивны Для Украины Связаны С тем Что Скорее Сего Будет Национализация Это Напряжение Уже В элитах Перераспределение В элитах Дальше Второй Фронт Уже С ИГИЛом Мусульманский Фактор И все Остальное Украинские Беспилотники Которые Продолжают Пролетать По Нефтянке И всего Остального То есть Три Очень Мощных Вызова Которые Угрожают Устойчивости Все-таки Режима И В принципе Я за Результаты Метерактов Считаю Что Очень Хорошо Очень Хорошо Хорошо Сработали То есть Думали Одно Подключились Другие Игроки Получилось По-другому Да Они пытались Это Как-то Разыграть Вот Давайте Сочувствуем Россиянам Давайте Боремся С терроризмом И все Остальное Но проблема В том Что Этот террорист Это не проблема Опять же Запада Вот для Запада Был проблема Терроризма Это когда Вот этот ИГИЛ Разрастался Там на территории Ирака Сирии И все остальное Но они же Уже раздолбали Их Там город Масул И все остальное А у тебя Ваши внутренние дела Это Рычаг Давления На тебя Это твоя Уязвимость Которую Можно играть И дополнительный Рычаг Ну Террористы Ну так боритесь Сами Решайте вопросы Но конечно же Они Русские попытаются Это выкрутить Своего Но мы Не должны дать Выкрутить Это Чтобы этим Не воспользовались Потому что Вот такая Русофильская группа У Байдена Она есть Она пытается Это разыграть Я уверен Что вот эти вот Пожелания Не бейте По территории России По порту Новороссийская Это Это Группа Я не сомневаюсь Что Это значит Украина Должна взять Тактику Израиля Открыть Открыть То что Говорил Машеда Ян Американцы Пусть дают Деньги Финансы Свои советы Оставьте При себе Да Вот то же самое Долбать Долбать Нефтянку Потому что Мы тут Ничего не теряем Мы только Только приобретаем Кстати При любом Президенте Да Вот Если Не получается Бадена Уволят Имеется ввиду Что Не изберут Из-за Высоких цен На бензин Как они жалуются Хотя это неправда Они спокойно Могут себе Организовать Дешевые цены На бензин Раздолбайте Этих Куситов Наконец-то Иран И все остальное У вас всегда Это есть Вот То Украина Ничего не теряет Мы как раз Входим в позитивный Трек С Трампом А если Украина Раздолбает Нефтянку Еще Газовые Эти Месторожения Так А чем Снизит потенциал Россия Военный Так А что Россия Будет предлагать Трампу Трамп спросит Ну а А что Вы мне Предлагаете Пустить Вашу Нефтянку На Этот На рынок Мировой А зачем Это мне нужно У меня Своих Там Вон В Техасе Ребят Голодных Стоит толпа Второй вопрос Военный потенциал Какой У вас Хаос В экономике Вы зависимы От Китая Путину Нечем Будет торговать Вот что Он будет Расторгован То есть Украина Докажет Что Инвестировать Деньги Нужно В нас Да Потому что Ну раздолбали Всю Нефтянку Вот это Вот работает Мир построен Только Не надо Думать Что Это По-другому И И Давать Все-таки Группам В США Я уверен Что они Видят Этот Маразм Который Творит Эта Группа Сэлливана Бернса Ну Выйти И усилить Давление На администрацию Байдена Дать Возможность Им Это все Реализовывать И тогда Тогда все Будет Хорошо То есть Надо Как бы Опять же Свое вооружение Это Знаете Мы часто С вами Обсуждали Вопрос Собственного Вооружения Это Я как-то Тоже Знаете Этот вопрос Поднял Еще Где-то Год Или Полтора Назад Задал Такой Риторический Вопрос А что Будет Если Американцы Не будут Нам Давать Оружие Знаете Тогда Было У нас Впечатление Что Оно Будет Всегда Ну Вот Не Дают Оружие Ну Нагло Вот Уже Сейчас Не Дают Оружие У Байдена Есть Четыре Миллиарда Которые Он Может Отдать Вот Эта Группа Салевана Бердса Начинает Украина Играть Кошки Мышки Что Самое Циничное Начинает Подвязывать Подачу Оружия Законом Про Мобилизацию А Причем Какая Тут Связь То Как Б То Получается Так Знаете По Нефтянке Не Даем Бить Но Вы Проводите Мобилизацию Оружие Еще Не Даем Нет Но Вы Воюете За Дешевую Американскую Нев Чтобы У Байдена Были Дешевые Деньги На Бензин Как То Знаете Если Дальше Элиты США Хотят Чтобы Это Дальше Так Воспринималось Что Такая Трещотка И все Это Под Разговором О том Что Верить Нужно Америке Как Приезжал Селиван И так Далее Украинцы Нужно Запомнить Верить Можно Только В себя Свою Армию Свою Народ Никому Больше Верить Нельзя Нет Никому Верить Нельзя Остальные Будут Действовать Как Ты Заставишь Действовать Я Всегда Знаете В таких Случаях Вспоминаю Опять же Израиль Войну Судного дня Там Есть Рассекреченные Архивы Там Очень Есть Интересные Моменты Когда Началась Война Израиль Очень Все Армия Уже С новыми Там Малютки Появились Это Вот Эти Вот Типа Джевелинов И все Остальное Израиль Был На грани Поражения И уничтожения Это Ну Как Никогда Там Очень Интересный Момент Был Когда С утра Буквально Начинается Разговор Киссингер Принимает Делегацию Он Открыто Говорит Не Мы Ничего Помогать Не Собираемся И даже Не думаем И так Далее Буквально Вечером Ситуация Резко Поменялась Приходит Киссингер От Никсона Говорит Никсон Дал Указание Поднимать Все Самолеты И все Кидать Куда Нужно Все Что Угодно Вот Вопрос Что Случилось Днем До сих пор Распокрыт Загадкой Злые Языки Поговаривают Что все-таки Израиль Вывел Ну У него Немного Было Ракет Но Достаточно Для того Чтобы Устроить Хорош Ну Небольшую Ядерную Войну На Ближнем Востоке То ли 13 То ли 15 Выливили Стартовый Установок И сказали Все Ребята Хватит Будем Бить Вот Тут Интересный Момент Никакого Конгресса Не понадобилось Да Никаких Соглашений Да Никаких Мексиканцев Оказывается И на границе И все остальное Мгновенно Решился Вопрос Потому Что Были Поставлены В положение Когда Они были Вынуждены Делать Все Быстро Вот И Украина Нужна Поставить Такой Себя В такое Положение Чтоб Нам Помогали А это Можно Только Ударами По территории России И уничтожением Главным Порта Новороссийска Как бы Там Не пищали Что его Не нужно Трогать Это Не наши Проблемы Можно Нужно Это Так Как бы Ребята Давайте Можно так Сказать Ребята Хорошо Вы хотите Оставить Россию В качестве Своего Потенциального Союзника Против Китая Хорошо Мы не Против Но На наших Условиях Говорите России Чтобы она Убиралась К чертовой Матери С Украины Ставим Условия Такое Чтобы Это Было Сделано Первые Шаги Были Сделаны В течение Суток Подтверждение Добрым Должно Быть Уничтожен Нефтепровод Газопровод Должен Быть Уничтожен Все А мы В этой схеме Ничего Не теряем Мы Срываем Потенциальное Наступление Россия Ну реально Когда у тебя Хаос В экономике И это Как-то с наступлением Не сильно Что-то Получается Ну смотрите Судя Потому что Уже после Того Как и Салливан Сюда Приезжал Уже после Того Как появилась Эта статья Вашингтон Пост Уже После этого Был нанесен Удар И по Энергетической Инфраструктуре Так что Украина В принципе Движется Где-то В этом Направе И опять же Милитаризация Это говорит О том Что почему Должно Быть Своё оружие Чтобы мы Не зависели От Разговоров Нам нужно Дело Свои Дроны Своей ракеты И всё это И долбать Долбать Туда Куда Ты Хочешь И в соответствии С твоими Интересами В действительности Вот мне Мне понравилось Вот Как бы опять же Там Теракт Эта статья Мне Понравилось Что Фактически В этой статье Слита была Стратегическая Информация Это Уязвимости Уязвимости России Которая могла Так просить То есть Я не скучаюсь Что где-то Русские могли Там помочь Публикации С этой статьёй Они до сих Пор думают Что Вашингтон Сильно контролирует Украину Вот позвонил Всё сказал Типа Ну вот Байден У тебя же цены На бензин Растут Ну да Хорошо Спасибо что Рассказали Теперь понятно Что А это уязвимость Это уязвимость Не наша А их Которые Мы должны Играть И вот Как бы В этом контексте Должны Вот Наращивать Наращивать Долбать 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 И тогда Я вам же говорю Нас до сих пор Не понимают Как работает Голова Запада На Западе Так Ты сам себе Помогаешь И тебе помогают Ты себе Не помогаешь Ну Бывает Бывает Это же как бы Твои проблемы А не наши проблемы Потому что Запад построен На принципах Самостоятельности И неинфантильности А в крутых Пацанов И пацанок Инвестируют Деньги Да Да Публично Могут Рассказать Это не надо Было Делать Это такой Крик И так далее Я всегда Опять же В этих случаях Вспоминая Израиль Там вообще Израиль Вот за 70 лет Прошел Весь путь Который Европейские страны Прошли за 500-600 лет Которые мы не можем Осознать Вот у них так же было Но это просто Спирцовано В реальном времени Это как Была история Опять же Израиль В 82-й год Когда они раздолбали Реактор В этот В Ираке Да Крик Писк Стоял везде В Америке Писк стоял Потому что Они использовали Ф-16 Сказали Йооо Это ж нельзя было Делать Какую-то Комиссию Конгресса Но внутреннее Американское Государство Сказало Молодцы И в общем Все на тормоза Спустили Покричали Есть еще Одна сфера В которой Украина Имеет Возможности Силы И способности Для такого Непрямого Или же прямого Вмешательства Но через своих лиц То же То что очень любит Делать Израиль Это Легион Свобода России Это РДК Это российская вооруженная Оппозиция Которая стала В отличие от Российской Невооруженной Либеральной Оппозиции Не поводом Для насмешек Путина А поводом Для таких Угроз Путина И злости Плешивого фюрера Вот она Как-то Вот так Вот вызвала И так И плюс ко всему Пономарев Илья заявил О том Что цель Российских Добровольцев Это поход на Москву И свержение Путинского режима Когда там Ситуация Пошатнется И когда ее Надо будет добывать Играть в эндшпиле Окей Действительно ли Легионы При помощи Украины Могут набрать Такую силу Когда станут Действительно Не перспективной И не потенциальной А реальной силой На территории России Я Ну смотрите Учитывая Опять же Опыт Рейда Пригожина Учитывая Вот этот вот Бардак Который творится В спецслужбах В России Вполне реальная вещь Я думаю Что это может Вот все-таки Со временем Вызвать симпатии Части и армии Части российского Общества Я не исключаю Смотрите Уже сколько Три недели Они там боятся Их же там Выбить до сих пор То что это То что Нервничает Путин Это правда Если он даже Перед выбором Это прокомментировал Он обычно Вообще не комментирует То что его Не беспокоит Вот И это создает Опять же Точку напряжения Очень большой Вот например Там была же История Соловьевым Которая Рассказывала Теперь Белгороду Что вы там Все трусы А что вы там Ему там Все напихали Говорят Ну приедь в Белгород И все сделай Сейчас уже вопрос Обсуждается На территории России Вся эта вещь Это Это реализация Санитарного кордона О котором говорил Путин Только в обратную сторону Потому что нам нужно В другой стороне Чтобы там Не было установок И так далее И поэтому В данном случае Конечно же Это тоже беспокоит Это создает Еще одну Точку напряжения Вот И Я уверен Что тоже Ну Злые языки Поговаривают Что группе Сэлливана Бернса Это не нравится Вот Ну мы тут такое Нравится Не нравится Вот Вашего друга Слушайте Вот его и цитируйте Там В данном случае Вот Потому что Нам все равно Мы должны делать То что То что мы должны Делать Для защиты Наших людей Можем ли мы Говорить о том Что легионы Могут расшириться До Того Количественного И качественного Состояния Которое Позволит Им стать Реальной силой Ну то есть Условно говоря Мы говорили с Эйдманом С Игорем Он например Считает Что вполне реально Для легионов Для российской Вооруженной оппозиции Набрать 50 тысяч Штыков 50 тысяч Бойцов Или 100 тысяч Бойцов Хотя бы Даже из состава Из числа Той оппозиции Которая уже Сейчас за границей Ну Хорошо Делайте Мы только Не-не Делайте Делайте Это я понимаю Реально это Или нет Я считаю Учитывая Смотрите Это же интересно Это мы часто Так знаете Тоже рассматриваем Россию Как этот Как такой Какой-то Единый Конгломерат Это же были Такие вот Парадоксальные Случаи Когда русские Именно русские Националисты Вот Не имперцы А националисты Приходили Воевали На территории На стороне Украины Потому что Они считали Что Путин Продает Страну Китаю И продает Мусульманам Да Ну такой У них был Нарратив Вот И они были Например Сильно недовольны Как он себя Тоже ведет И поэтому В данном случае Это очень Позитивные вещи Мы Нужны понимать Что каждый Кто готов Это сделать Хорошо Потому что Как говорил Классик Товарищ Ленин Да Ну нам Нужно превращение Империалистической войны В гражданскую войну Чем больше Будет нестабильность Тем больше Там будет Гражданская Тем легче Будет Украина Украина должна Подкидывать Дровишек Да Постоянно Разным способом Где-то помогать Где-то Это для того Чтобы Чем больше Будет нестабильность Тем Меньше сил Будет у России Внутри Вот и все А после этого Теракта Они Ну добавили Очень много В эту копилочку Добавили Особенно Опять же Мусульманский фактор Когда они Ну откровенно Унижают Людей Другой веры Мусульманский фактор Вообще Удивительная штука Да Вот Как они Его Как они Вступили В эту Огненную реку Да Причем Ну я Я реально Не понимаю Зачем им это Было нужно Неужели Они Не могли Найти лица Со славянской Внешностью Которые бы Согласились Я же сказал Как это может быть Может быть Абсолютно Идиотская ситуация Стырили деньги Исполнялись Заказ надо Но это Как часто Делается В бизнесе Знаете Разворовали Это А потом Идут Нанимают Студентов Да Только тут Не студенты А тут Оказались Какие-то люди Которые Я не исключаю Что теоретически Они могли пройти Какую-то Начальную Подготовку Я не исключаю Вот Где-то Где-то Были В каких-то Запасниках ФСБ Там На Тридцать Как это Третий Сортный Брак Условно Говоря Ну вот Такой Человек Который Имеет Какие-то Навыки Он Где-то Там Мог Работать Я не исключаю Говорю Слушай Денег Хочешь Заработать Иди Постреляй Мы тебе Обеспечим Крышу И все Будет У тебя Хорошо А дальше Все Развернулось Как Надо Потом Этих Людей Бедных Начали Уже И не факт Что это Эти люди Потому что Например Вот Видео Которое Публиковал ИГИЛ Там же На Арабском Говорили На Арабском Люди А где Эти люди Потому что Тут Все Таки Не все Знают Например Таджикский Язык Это не Арабский Таджикский Язык Это Больше Персидский Это Иран Потому что Таджики Они Ну ближе Они же на фарсе Разговаривают То есть Все таки А учитывая Как бы Все таки Персидский Язык Можно отличить От арабского Ну значительно В данном случае Тут Как бы Очень большая Каша Заваривается Которая Непонятно Как Россия Будет выплывать Но нужно Помогать Чтобы они В нее Больше Затухли Вот тут Вопрос Которого Мы Коснулись Очень вскользь Это вопрос Того Как мировая Общественность Все таки Может реагировать Потому что Вот сейчас Вот судя по заявлениям И там Не знаю Тот же Патрушев Который говорит Не-не-не Это Украина Да там Бортников Который говорит Да не Ну конечно Это Украина Путин говорит Ну конечно Это Украина Но Тут вырисовывается Достаточно Любопытная ситуация Когда российский Эстеблишмент Устами Не знаю Того же Пескова Тех же всех остальных Переносит акцент Или пытается Перенести акцент С Войны В Украине Это наше Внутреннее дело Ребята У нас тут почти Гражданская война Разберемся Потому что Смотрите ИГИЛ Опять ИГИЛ Москва Террор ИГИЛ 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 И так далее И по идее Европа Европа И Соединенные Штаты Могут там сказать Что господи Все давайте У нас тут действительно Мировой Королю Не-не Смотрите Это все хорошо Это они пытаются Как знаете Не стреляйте в пианиста Он играет А как может Это все красиво В теории Но Мы как бы Уже в этом разговоре С вами это обсуждали Вопрос в том Что это же не На территории Нефтяносной страны Как Ирак Происходит Да Вот там был интерес Американцев Этого не должно быть там Ну потому что Они там находятся И так далее Ну там же в основном Громили как раз В тех местах Вот громили там Чтоб оно не разрастало В первую очередь Это Ирак Потому что там Шииты Там игра Ирана Вот И так далее Вопрос Россия тут при чем Ну это ваши Внутренние проблемы Ну кто Ну чтобы как Вот что Говорите Помогите нас В чем Дайте нам Разведывательную информацию О чем Ну Предположим Мы выдавали Разведывательную информацию Вы не воспользовались Да Ну теоретически Да Теоретически может быть Но дальше оно не пойдет Потому что Это проблема Личной России В данном случае Это вас И второе Нефть Вы не даете Свои Вы обещаете Нам отдать Например Все Или сейчас Обещаете Отдать все ресурсы Нам Коба китай Нет Ну тогда О чем разговор Все же Предельно Прагматично И цинично И поэтому В этом В этом случае Как бы Да Они пытаются Это сделать Но оно уже Тонет И не сильно Как бы Воскакивает Тут вопрос В другом Не могут ли Они активизировать Свои действия Ну то что Они могут там условно говоря Устраивать еще теракты На территории России Это легко Это вообще Как два пальца Об асфальт Да Но А могут ли они Устраивать подобные терроры Под эгиловскими знаменами Например В Европе Для того чтобы Европу испугать Ну теоретически Могут Но тут опять же Вопрос Станет Не Я не скучаю Что может быть Я не скучаю Там Все что возможно Может быть Вот как бы Но опять же А причем тут Россию Да Причем тут Россия Не они Ну смотрите Тут интересная Снова дыхотомия С одного стороны Они говорят Про международный терроризм Игил Потом выходит Бортников С Патрушевым Говорит что это Все таки украинцы Которые на Ближнем Востоке На Ближнем Востоке Готовили Эти Ну то есть Это настолько Сказали И даже Как бы Не улыбнулись Потому что Ну настолько Все бредово выглядит Что Нет никакой Связки Ну я думаю Что у них Не получится Разыграть Эту карту Потому что Ну сложно Будет им это делать Вообще весь мир На самом деле Видит эту Бессмысленность Лучше всего Бессмысленность Попыток Привязать К этому теракту Украину Говорит Шутка Которую я увидел Недавно В украинском В украинской сфере Это Как разрабатывался В Гуре Теракт В Крокусе А давайте Мы привлечем К этому теракту Таджиков Есть кто-то Кто говорит На таджикском языке Откуда На этом Подготовка В Гуре Теракта В Крокусе Закончилась Да Ну так Так оно На самом деле И есть Спасибо огромное И Берегите себя Да Вы так же Решение Повлиявшее На ход истории Решение Принято Мы открыли Переговоры С Украиной Ошибки За которыми Наблюдала Вся планета Иран Помогая Москве В войне Против Украины Закопал Из себя Еще глубже В санкционную яму Самые важные События Недели В Украине И мире Украина Не собирается Отдавать свои территории В глобальном мире Между собой Связано Все Смотрите сами Каждый понедельник В 12.00 По киевскому времени На телеканале Freedom Вы проживаете На территории России Вы можете Приблизить падение Путинского режима Без риска Для себя Путин узурпировал Власть И лишил Граждан России Возможности Влиять На свою жизнь Вы можете Повлиять Дроны Сыч Помогли Уничтожить Техники Путинской Окупационной Армии На сотни Миллионов долларов Наша цель Сделать так Чтобы их стало В разы больше Абсолютно безопасно Присоединяйтесь К сбору средств На БПЛА С помощью криптовалюты Такие операции По выводу денег За рубеж из России Режим Кремля Не способен отследить Поддержите сбор Встаньте Частицей победы Над путинским режимом 7 марта 2023 года После того Как парламент Грузии Принял в первом чтении Законопроект О прозрачности Иностранного влияния На протесты Вышли тысячи Жителей Тбилиси По оценкам Местных журналистов В акциях Участвовали Более 40 тысяч человек 8 марта Протестующие Пошли на штурм Парламента Утром 10 марта 2023 года Документ вынесли На второе чтение За проголосовал Только один депутат Законопроект Отклонили Теперь правящая партия Решила повторить попытку Они просто опасаются Того, что Оппозиционные силы Возможно Получил Как говорится Финансовую помощь От западных Неправительственного сектора Смогут преодолеть Так сказать Тот Пятипроцентный барьер То есть они ничего Другого не придумали Чтобы опять Опять, как говорится Внести Этот закон Из-за которого Кстати Были большие Политические Волнения Весь Крузинский народ Поднялся На Протестную волну В 2023 Законопроект Предусматривал Что грузинские Медиа И некоммерческие Организации Которые Более чем На 20% Финансируются Из-за рубежа Должны Зарегистрироваться В реестре Агентов Иностранного Влияния Реестр подчиняется Министерству Юстиции Грузии По словам Исполнительного Секретаря партии Грузинская мечта Мамукам Динарадзе В новой версии Будет лишь Одно Изменение Формулировку Агент Иностранного Влияния Поменяли На организацию Проводящую Интересы Силы Из-за рубежа Опасения Общественности По поводу Законопроекта Политик Назвал Истерикой Законопроектом Предусмотрено Единственное Требование Публикация Годового Финансового Отчета Организациями Получающими Иностранное Финансирование За нарушение Предусмотрены Только финансовые Санкции Таким образом Содержание Законопроекта Не дает Даже Минимального Основания Для критики До конца Нынешней сессии Закон Будет принят Во всех Трёх Чтениях Из публикации Facebook Georgian Dream По мнению Экспертов Грузинская Мечта Стремится Принять закон Об иноагентах До парламентских Выборов 26 октября Чтобы обеспечить Себе большинство В парламенте Ну я думаю Что если Этот законопроект Будет несёт Грузинский Общественный Народ скажет Своё веское слово И на этом Этапе тоже Это будет не в пользу Как говорится Позиции Правящей верхушки И правящей партии Грузии Я думаю Что правящая партия Будет вынуждена Опять Как говорится Свою инициативу Фактически Аннулировать Или взять обратно Законы Об иноагентах Недавно приняли В Кыргызстане 2 апреля Его подписал Президент Кыргызстана Садыр Жапаров Теперь Организации Которые признают Иностранными агентами Будут обязаны Сдавать дополнительную Отчётность И могут быть Подвергнуты Внеплановым проверкам Международные Правозащитные Организации Раскритиковали Этот закон А в Госдепартаменте США Заявили Что правительство Кыргызстана Подрывает Демократическую Систему управления И гражданское общество Андрей Дмитренко Для телеканала Фридом Украина Для того, чтобы продать Этот путь Нужно выполнять безумные приказы царя Фридом Хватит верить в сказки Вот такая имитация Настоящих штурмовых действий Буквально Несколько секунд назад Отработала Артиллерия В поддержку Штурмовиков Ну и прямо сейчас Украинские защитники Штурмуют По легенде Позиции противника Боевая задача Четкая Но непростая Группа должна войти И закрепиться На позициях В окопе Бойцов встречает Оборона И уступать Свои позиции Они не намерены Дымовая завеса И взрывы снарядов Еще не самое Сложное препятствие Для штурмующей пехоты Противник Также может Открывать огонь В ответ И бегать В полном Обмундировании При наступлении В реальных Боевых столкновениях Приходится По заминированным Территориям Штурмовик В первую очередь Повинен думать И как ему Делать В каждой Экстренной ситуации Самый процесс Когда заходят В окопную линию Противника Может быть Заминован Все Так само Их задача Зайти Выбить И дивиться С под ноги Все военнослужащие На этой тренировке Уже с опытом Боевых штурмовых Операций Признаются Участие в них Не для слабонервных И главное Надежное плечо Побратима Один раз был Это страшно Это страшно Ну ничего Все добре Мы должны понимать Что так Индивидуальные навыки Бойца Это очень важно Но война И наступ Это всегда Командная игра Отрабатывают Навыки стрельбы Во время штурмов И обороны На тренировках С винтовками Для пейнтбола Заправленными краской Получить условное ранение От попадания Такой пули Не опасно Но неприятно Говорят военные Все ошибки На поле боя После тренировок Анализируют И стараются Исправлять Сегодня Утримал Скажем так Поранение Пострел Прямо в самое сердце А это Далее Ты будешь анализовать Как так сталося Ну так, звичайно Ну, есть На чем разбираться Банально Втрата связку Втрата одной позиции И все И они уже у нас Инструкторы говорят В целом Тренировкой Ребят довольны Тут важно Отработать Каждое действие Чтобы в настоящем бою Было легче Выполнить задание И сберечь жизнь Правильно Хлопцы спрацували Выбили Часть окопа Посунули Зашли в окоп Все После того Как ты зашел в окоп Верогидность То, что ты Залишься живой На 70-80% Как бы Такими тренировками Пехота поддерживает Свою боевую форму Дополнительный контраст В обучении бойцам Придает И гремящий Неподалеку фронт Алена Грамова Евгений Кармазин Из Донецкой области Для телеканала Фридом Мы всегда называем вещи Своими именами Не отрицательное наступление А бегство Не самолет Перешел на сверхзвук А взрывы Не жест доброй воли А поражение Не СВО А война Всегда говорим так Как есть на самом деле Нам виднее Ведь именно мы Находимся в эпицентре событий Итоговый выпуск дня Пришло наше время Ежедневно В 21.00 По киевскому времени На телеканале Фридом Люди Главная ценность Украины Два медицинских учреждения В Одессе Носят их имена Один из них Стал отцом Теории врожденного иммунитета Второй Отцом Военно-полевой хирургии Их опыт До сих пор Помогает спасать Жизни людей В 1908 году Илья Мечников Стал лауреатом Нобелевской премии В области физиологии И медицины В числе его наград Есть также Медаль Копли Старейшая И наиболее Престижная Награда Лондонского Королевского Общества Среди удостоившихся Медали Числятся Чарльз Дарвин И Альберт Эйнштейн Николай Пирогов Выдающийся хирург Создатель Топографической Анатомии Опубликовал Атлас разрезов тканей Незаменимое руководство Для врачей-хирургов Этот атлас И методики Пирогова Стали основой Всего последующего Развития Оперативной хирургии Украина Талантливая И трудолюбивая Субтитры создавал DimaTorzok На протяжении 2023 года Россия переживала стремительные сокращения населения Согласно данным Росстата Уже несколько лет смертность стране превышает рождаемость За прошедший год количество новорожденных снизилось до катастрофического минимума Начиная с 99-го года И абсолютного за все время правления Владимира Путина Кризис усиливает затяжная война Число жертв, которые Кремль тщательно скрывает Почему Россия находится в перманентном демографическом пике И как на это влияет полномасштабное вторжение в Украину В январе 2023 года Владимир Путин в очередной раз поручил правительству Предпринять меры для повышения рождаемости в стране Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества Ориентиром всей государственной стратегии Мы должны добиться устойчивого роста рождаемости Для этого будем принимать дополнительные решения В системе воспитания и образования регионального и экономического развития Но стремительное вымирание населения продолжается И демографический прогноз неутешительный Согласно данным Росстата Количество россиян в следующем десятилетии сократится на 13 миллионов человек К 2046 году останется около 138 миллионов Это минимум с начала 80-х Россия оказалась в демографической яме Новорожденных стабильно меньше, чем умерших Эксперты связывают это с несколькими факторами Во-первых, сказывается тяжелое 90-е Это немногочисленное поколение, которое должно строить семью Во-вторых, молодежь все чаще отказывается рожать детей Наследие после распада Советского Союза тяжелых 90-х И вот эхо 90-х, оно вот оно пришло О чем, собственно говоря, и давно предупреждали демографы и предвидели Число родившихся действительно вот прямо сейчас повторяет антирекорд 99-го года И в этом году будет ниже Россия это удивительное явление, которое сочетает в себе с одной стороны Весьма архаические черты государственного устройства И архаические черты общественного сознания А с другой стороны это высоко урбанизированное общество То есть основная масса людей живет в городах А это тот тип общества Вот такие вот урбанизированные страны Они как раз отличаются невысоким уровнем рождаемости По данным Росстата, в 2023 году родилось почти полтора миллиона детей Цифра приблизилась к абсолютному минимуму в современной истории России Это те же почти полтора миллиона в 1999 году Суммарный коэффициент рождаемости в РФ за 2023 год составил всего 1,4% А значит, каждое новое поколение будет сокращаться И война лишь усугубила проблему Как вы считаете, что должно произойти, чтобы рождаемость в России увеличилась? Повысить выплаты Ну, наверное, мирная жизнь Что еще больше нужно? Ну, никаких военных действий, я думаю, не должно быть Страшно, если так вот муж уйдет И неизвестно, потом вернется ли В 2023 году власти решили перейти от стимулирования К ограничениям и беспрецедентному давлению на женщин Когда сформировалось убеждение, что женщина должна получить образование Дальше сделать карьеру И только после этого озаботиться о деторождении И сокращается время для рождения третьего и четвертого ребенка Российские чиновники запретили частным клиникам проводить аборты Более того, жители будут штрафовать за склонение к абортам И пропаганду отказа от рождения детей Это большой комплекс работ Укреплять наши традиционные ценности В том числе, кстати говоря, и религиозные ценности История с абортами, она вообще вызвала Ну, огромный, по сути, скандал Поскольку на России это очень распространенное явление Плюс сейчас же очень тесная спайка церкви и государства И церковь тут пытается через государство продвинуть какие-то свои интересы Но они нереализуемы, потому что есть один нюанс Российское население не является каким-то чрезмерно духовным населением Или чрезмерно религиозным населением Это факт, про который все прекрасно знают Это на самом деле какая-то попытка установления вот этих вот так называемых традиционных ценностей То есть сказать, что вот просто действительно, если мы посмотрим на практические последствия Вот этого какой-то попытки создания такого православно-фашистского боби-бума То вряд ли кто-нибудь из относительно серьезных прагматических политиков Будет считать, что в каких-нибудь 40-х годах 21 века Будет иметь какое-нибудь значение, сколько там родилось сейчас Поэтому это носит такой, я бы сказал, характер торжества мифологии Или новой такой религии, которой стал путинизм Агрессия России против Украины, санкции и мобилизация также ударили по демографии Из-за военных потерь в стране становится меньше потенциальных отцов Война спровоцировала также самую масштабную за десятилетия волну эмиграции По разным оценкам число бежавших больше миллиона человек Эти миллион или миллион с небольшим Это люди крайне важные для функционирования страны Потому что это ученые В России, из России уехало 2500 ученых Просто реально ученых, научных сотрудников Академических институтов, исследовательских институтов Уехало огромное количество программистов Это тоже, в общем-то, очень серьезный удар по целой отрасли Уехало большое количество предпринимателей Это люди, которые давали рабочие места В целом, это, безусловно, серьезный удар Вот этот миллион, условный миллион Минобороны РФ всячески скрывает данное количество жертв на поле боя Но в официальном отчете Генерального штаба Вооруженных сил Украины Указывается, что общие потери российской армии С начала полномасштабного вторжения Уже превысили 400 тысяч человек Большое количество людей погибло или вернулось уже не в репродуктивном состоянии Цифра примерно в 400 тысяч потерь, имеется в виду И убитые, и раненые Те, которые не в состоянии уже в ближайшее время иметь детей Это весьма правдоподобно И это большое, достаточно большое изъятие Из такого репродуктивного населения Которые находятся в таком уже непригодном для репродукции состоянии Либо мертвые, либо тяжело раненые То есть это довольно тоже такой фактор увесистый Который влияет на демографию Мы просто сейчас наблюдаем усиление этих тенденций Которые, в принципе, и так раньше были на России Дальше оно будет только хуже Почему? Потому что на войне-то умирают в первую очередь те Кто потенциально мог бы завести семьи В значительном количестве Это люди достаточно молодые Либо те, которые уже имеют одного, например, ребенка Но понятно, что Берет гарантии, что в их семьях появится второй ребенок Или третий, не это слово совсем И ситуация дальше для России будет усугубляться в этом контексте Кроме того, как сообщает издание Верстка В России зарегистрировали